Солюшн Эсплорер Projects TE это проект для тачскрина, но она вещь такая опциональная, не обязательно проекты держать здесь для тачскрина, они могут лежать в абсолютно отвлеченном месте. Вот эти папочки вещь обязательная, они всегда есть. В папочке Projects у нас будут находиться проекты контроллеров и макросов, их там может быть какое-то множество. В папочке Network будет находиться все, что касается связи контроллеров в сети PILAN. Это скорее всего мы коснемся завтра этого вопроса. Значит в папочке Projects если ее развернуть, у нас есть отдельно папка стратегии, папка маски и папка масок. Стратегия это то, где мы с вами с помощью функциональных блоков будем строить логику управления всей системой. Но вот маски это то место, где мы высылали поиски интерфейс. Это все, что будет отображаться на экране этого дисплея, будет создаваться вот в этой папке. Будут создаваться специальные файлы и все действия, нажатие на какие-то кнопки и так далее, все будет отражено здесь. Кроме того, здесь есть несколько служебных вещей. Первое, ресурсов. Ресурсов это графические элементы, которые могут быть использованы при создании пользователя интерфейса. То есть, если возможны, БМПшные картинки, черно-белые. Документы. Эта папка, во-первых, может быть использована вами просто для хранения каких-то описаний к данному проекту. Вы можете просто искусственно туда их через проводник положить, они будут находиться там. Эта папка не компилируется и никуда не денутся оттуда ваши документы. Кроме того, в эту папку Вантул умеет сама генерировать и создавать определенные таблицы. Таблицы переменных, таблицы, допустим, для переменных, которые для обмена со скадой. И еще какие-то таблицы переменных. Вантул умеет их создавать автоматически. И она их по умолчанию складывает всегда в эту папку. Дальше. Dependencies. Это папочка, в которой находятся ссылки на библиотеки, которые подключены к данному проекту. Обращаем внимание, что здесь именно ссылки. От того, что я, допустим, сейчас, допустим, библиотеку блоков, например. Ну, вы не делаете этого. Просто удалю. Это не значит, что я удалил библиотеку. Это значит, что я удалил ссылку на эту библиотеку. Если я хочу восполнить эту проблему, я просто вот ставлю здесь галку. И она снова здесь. Каким образом я могу изменять состав библиотек, на которые ссылается проект? То есть кликаю правой кнопкой по Dependencies. Здесь единственная опция Change Project Dependencies. То есть изменить зависимость этого проекта. Здесь у меня список доступных мне библиотек. Есть библиотеки... Какие же есть библиотеки, да? Есть библиотеки атомов. Это минимальные блоки, которые... Минимальный функциональный блок, который нельзя раскрыть, посмотреть, изменить как-то. Есть библиотеки макроблоков. Это блоки, которые состоят из какого-то количества атомов. То есть есть системные библиотеки с макроблоками. То есть они поставляются вместе с установкой в Antool. И вы можете создавать свои собственные макроблоки и помещать их в библиотеку, например, в User Library. Но по умолчанию к проекту подключены всегда атомы и макроблоки, которые уже системные. Это библиотеки в Antool. И библиотека, собственно, проекта. Эта библиотека обычно пустая изначально идет. Здесь вы можете сохранить какие-то свои вами созданные макроблоки, сохранять их в библиотеке проекта. Эти макроблоки будут доступны только этому проекту. То есть другие проекты их видеть не будут. Если же вы хотите, чтобы вновь созданные макроблоки были доступны и другим проектам тоже, значит вам надо их сохранить в User Library и подключить эту библиотеку к проекту. Допустим, если я сейчас поставлю здесь галочку, то видите, у меня к проекту подключится библиотека User Library. По умолчанию она обычно отключена. И в этой User Library твои собственные блоки? Да, и в этой User Library мои собственные блоки. Она на весь мой компьютер. Я пока оставлю все по умолчанию, как все было. Если вы обратите внимание, что здесь есть еще. Библиотека атомов с суффиксом ET, библиотека макроблоков с суффиксом ET. Это библиотеки, импортированные из старой среды программирования Easy Tools. Я думаю, что для подавляющего большинства из вас это малоактуальные вещи. Это сделано только для совместимости. Есть инструмент, который позволяет старые проекты конвертировать. Библиотеки, созданные еще в старой среде, конвертировать в формат OneTool. И тогда подключаются эти библиотеки. Но во всех остальных случаях у них в этих библиотеках нет необходимости. Потому что большинство блоков повторяются в библиотеках OneTool, в родных. И мало того, библиотеки OneTool уже имеют большее наполнение, чем вот эти старые библиотеки с суффиксом ET. Поэтому, в общем, нынче это, наверное, практически уже потеряло актуальность. И будут использоваться с вами только в том случае, если вы будете конвертировать какие-то Easy Tools проекты, попавшие к вам в формат OneTool. Библиотека CoreST, это библиотека нужна только для того, чтобы... Я на самом деле вам не буду забегать пока вперед. Просто скажу, что она есть. Это процедура входа в код, написанная на ST. Все. Но пока мы ее не будем подключать. Вот библиотека модулей. Библиотека модулей это стандартная кариевская библиотека тоже. Она содержит в себе макроблоки, которые дополнены еще частично польским интерфейсом. То есть, содержат не только функциональные блоки внутри себя, а еще и маски, которые автоматически подгружаются, если вы берете блок из этой библиотеки. Но, здесь надо учитывать, что это стандартная библиотека, рассчитана на кариевский шаблон. Она подгружается под кариевские заготовки уже меню и так далее. То есть, и эти блоки, они не русифицированы. И большинство из них, еще раз повторюсь, к сожалению, невозможно корректно русифицировать по причине того, что они закрыты паролями. Их просто невозможно открыть на редактировании. Хотя я некоторыми блоками пользуюсь из этой библиотеки. В дальнейшем я покажу, каким образом можно пользоваться этим библиотечным блоком, если вы хотите написать под них свой пользовательский интерфейс. То есть, вы можете использовать их как макрос, не подгружая польский интерфейс, а создавая свой, например. Когда, если взять библиотеки в модуль, и маска, которые появились для примасок из этого модуля, мы можем изменить текст? Я покажу, есть там способ, как изменить этот текст. Но мы не сможем его сохранить в дальнейшем в библиотеку. Мы можем обойти это ограничение, связанное с нерусифицированностью. Но, опять же, в каждом проекте мы вынуждены будем переводить его заново. То есть, да, да, да. Так, но в любом случае, я хотел пока сказать только то, что вот Dependencies, эта папочка содержит ссылки на подключенные библиотеки, именно ссылки. Ну вот. Что касается вот папочки Lib, она содержит, собственно, саму вот эту вот самую библиотеку, на которую здесь имеют ссылки. Это библиотека проекта, это сам архив. Если я отсюда его сделаю Delete, то это все. Это значит, я его удалил. И если я отсюда удалю ссылку, то библиотека никуда не денется. Я всегда могу восстановить эту ссылку. Ну вот. А если я удалю саму библиотеку, то значит все. Фарш обратно не прокрутишь, как говорится. Ну вот. Поэтому здесь надо быть внимательным. Я вообще в последнее время, допустим, в User Library мало чего держу. Я обычно держу все в библиотеке проекта. Просто, ну, у меня специфика работы такая, просто сейчас. На вашем случае, в вашем случае, я бы, например, все-таки держал бы в User Library это удобнее намного. Ну вот. Ну, потому что, помимо того, что здесь приходится следить, да, допустим, копировать из одного проекта в другой эти блоки и так далее, наличие здесь большого количества макросов, оно, в общем, делает проект более громоздким и тяжелым в плане объема самого, который он занимает на диске. Поэтому тут тоже надо посмотреть. Вообще, я могу сказать, слабое место в Antul, то, что жрет пространство на Винчестере «Будь здоров!». Потому что она, в общем, сохраняет все в формате XML, это, в общем, практически текстовый формат, и она, в общем, отжирает место на Винчестере «Будь здоров!». То есть, серьезный проект, он там довольно много мегабайтов, прямо скажем, в себе содержит. Единственное, что она очень здорово и плотно упаковывается любым архиватором, просто в десяток раз, там, я думаю, а то еще плотнее. Но каждый раз распаковывать и запаковывать, и, сами понимаете, для работы не очень удобно. Особенно, если вы, допустим, на основе хотите подкопировать что-то из другого проекта к себе в новый, да. Опа, вам надо распаковать, потом подгрузить, потом капернуть, потом опять закрыть. Ну, в общем, определенный гемор. Поэтому я, конечно, ничего не упаковываю, и, конечно, на Винчестере Вантулка отжирает место «Будь здоров!» этим проектом. Ну, вот. И вот здесь вот это свойственно только в Antul 2.6.57, есть новая папка «ModBus Lines». Вот здесь вот конфигурируется ModBus протокол, мастер. Мы пока сюда не будем. Мы пока начнем с малого. Давайте теперь попробуем что-нибудь сделать в редакторе стратегии. Вообще, обычно работа начинается с редактора стратегии. Собственно, вот она, корневая папка «Strategy». И в ней будут находиться все-все-все-все файлы, которые будут отвечать нас за стратегию, созданную на функциональных блоках. Здесь стоит остановиться на чем? Все блоки выполняются, они не могут выполняться одновременно. Это вам не физические микросхемы, которые все работают одновременно. Каждый блок представляет себе некую макрокоманду, написанную на каком-то языке программирования. Нас абсолютно не волнует на каком. Скорее всего, конечно, на C, но нас это вообще абсолютно не волнует. Соответственно, сами понимаете, как и любая программа, строки в этой программе исполняются последовательно, друг за другом. Поэтому все макроблоки исполняются друг за другом в соответствующей последовательности, которую мы с вами можем задать даже вручную. Соответственно, существует цикл исполнения всех этих блоков. Вот этот вот «Task Main» — это и есть основной цикл исполнения этих блоков. Выполнили все блоки в цикле, потом опросился кнопки, дисплей, порты, туда-сюда, все закончилось. И снова перешли на исполнение первого блока в основном цикле. Это основной цикл. Основной код будет написан здесь, в этом цикле. Есть еще, обратите внимание, папочка «Events». Есть здесь несколько дополнительных циклов. Это циклы под программ. По умолчанию они не работают. Их тут аж 15 штук. По умолчанию эти циклы как бы не работают. Есть специальные функции, которые включаются в основной цикл, которые вызывают вот эти вот служебные подциклы. То есть эти подциклы могут быть вставлены в основной цикл, в нужное нам с вами время. То есть мы в любой момент можем вызвать прерывание исполнения основного цикла, вставить в него какой-то дополнительный цикл, исполнить его и перейти и продолжить исполнение основного цикла. Но это чуть-чуть дальше. Это не аппаратный, да? То есть программный, конечно. Основной код все равно будет написан в цикле. В основном цикле. И еще одно замечание. Здесь принятая система многостраничная. То есть такие вообще подобные среды строятся по двум принципам обычно. Либо существует одна безразмерная страница, либо страница с очень большими размерами, на которой все функциональные блоки у вас видны, они между собой соединены. И никакого перехода со страницы в страницу делать не надо, потому что страниц, собственно, других и нет. Потому что всего лишь одна большая страница. Ну вот. И бывают программы, в том числе и в Antut, такая, когда принят систему многостраничную. То есть у вас часть кода сделана на одной странице, но это как бумажная страница в блокнотике, да? Потом вторая часть кода на второй странице, на третьей, на четвертой, на пятой, на десятой и так далее. Такие страницы здесь может быть аж 999 штук. Переход, перенос данных с одной страницы на другую, производится очень просто. Вы создаете переменную с именем каким-то, неважно каким, удобно читаемым, желательно. Ну вот. И если у вас эта перемена есть на одной странице, на другой странице, значит, собственно, между ними есть связь прямая. Все. Это как будто они соединены с собой проводом. Эти входы и выход. Ну вот. Странички эти. Сколько бы их тут не было, исполняются только же последовательно. Соответственно, сначала у нас исполняются все блоки на первой страничке, потом все блоки на второй страничке, на третьей, на четвертой, на пятой, на шестой, на двадцать шестой и так далее. В общем, последовательность исполнения страничек такая, как она будет здесь видна. Вот, допустим, я хочу создать новую страничку. Просто я должен кликнуть по task main правой кнопочкой и создать новую страничку. Видите, new page. Вот. Вот у меня появилась еще одна страничка. Соответственно, сначала исполнятся блоки на этой страничке. Все в соответствии со своими идентификаторами. Потом исполнятся блоки на второй страничке в соответствии с их идентификаторами. Вот этот вот номер никакого значения не имеет. То есть мы можем в любой момент переименовать эту страничку, назвать ее, допустим, main page. Видите, она не имеет номера. Но, тем не менее, она будет исполнена в первую очередь. Странички будут исполняться в той очередности, которая находится вот в этой папке. В папке task main. Первая, вторая страничка и так далее. Переименовываются странички легко. Правой кнопкой по страничке и выбираем опцию rename. Мы можем назвать ее, в принципе, удобно читаемым именем. Только, опять же, заостряю ваше внимание, не надо здесь теризиться. Не надо ее просто. Будет все хорошо. В ивентах? Конечно. Они будут видны везде. И в масках, и в ивентах. Они будут везде. Система, список перемен сквозной. Он весь global. То есть здесь нет такой, как в более таких продвинутых средах, когда можно отдельным объектам присвоить свой список перемен. Нет, здесь все переменные global. Смотрите, main page. Я специально назвал main page. В ней у нас будут некие основные функции, которые, кстати, как ни странно, мы сделаем после. Стартовые задержки, какие-то еще, некие сервисные функции, которые будут влиять на весь проект каким-то образом. Давайте я назову вторую страничку, вызву опцию rename. Назову ее inputs. На этой страничке мы с вами научимся подключать физические входы контроллера к нашей программе. Скорее всего, мы как раз больше всего времени потратим на начальном этапе, когда я буду объяснять, какие блоки отвечают за, собственно, эти процессы связи физических входов и передачи этой информации в контроллер. А дальше у нас все пойдет быстрее. Чтобы открыть страничку, достаточно просто кликнуть два раза по иконке со страничкой. Когда мы кликаем, у нас здесь открывается вот такое, видите, такое поле. Ну, у вас здесь solution explorer, естественно, развернут. Ну, я обычно для экономии места на экране его сворачиваю, чтобы он мне глаза не мозолил. Внизу, в нижней части, у вас здесь есть три вкладки. У всех, по крайней мере, должно быть так. Первое, variable list. Это список всех переменных проекта. Несмотря на то, что вы еще ни одно не создали, видите, они здесь уже есть. Это системные перемены, так называемые. Одних чуть позже. Они всегда есть. Их нельзя удалить. Они всегда есть. И они используются контроллером для себя любимого. И, кроме того, мы можем их тоже определенным образом использовать. Ну, например, чтобы получить информацию о том, что же за контроллер, который мы загрузили в нашу программу спечения. Будь то PICA2, PICA3. Ну, а прилить тип устройства, например, можно. И так далее. Всевозможная информация. Наши юзеровские, пользовательские перемены еще пока не созданы. Дальше. Message list. Ну, это такая вкладка, которая будет нам сообщать. Во-первых, функция поиска будет показывать здесь список того, что она нашла. И плюс здесь будут показывать какие-то ошибки компилятора и так далее. Пока здесь ничего нет. Ну, вот. И важная такая вкладка, Library View. Здесь видны все библиотеки, на которые имеются ссылки здесь, в папке Dependencies. И у нас, видите, отмечены здесь три библиотеки. Макроблоки, атомы и CTR-1, это библиотека проекта. Вот, собственно, библиотека атомов, библиотека макроблоков и библиотека проекта, которая пустая. Потому что, разумеется, пустая, потому что мы еще ничего не создали. Собственно, вот это наши основные инструменты, с помощью которых мы с вами будем создавать некую логику управления, чем бы то ни было. Ну, давайте теперь подключим парочку аналоговых входов к нашему контролеру. Для этого мы должны выбрать подходящий атом. А как вам, пока вы еще не готовы, пока еще не изучили библиотеку, выбирать эти блоки из библиотеки? Прямо скажем, это непросто, потому что здесь их достаточно много. Для этого, в принципе, в хелпе, если мы нажмем на вопросик, мы выберем Table of Contents нашего, собственно, справочника. Он открывается на отдельной вкладке прямо здесь. Ну, понятно, видите, издержки монитора 1214768. Прямо скажем, здесь все плотно. Ну, вот. Вообще, в хелпе, вот все, что касается вот этой верхней части хелпа, в основном я вам все, без чего вы не сможете работать в дальнейшем, я вам все и так покажу. Больше всего, самая интересная глава, которая, в принципе, для любого пояса интересная, это вот это, программные референсы, самое предпоследнее. Если мы развернем ее, то мы увидим, в ней есть три подглавы. Libraries, Languages и System Variables. Libraries. В этой подглаве у нас описаны все библиотеки блоков, макроблоков, модулей и так далее. Languages. Здесь у нас описаны все языки, которые используются в OneTool. Это ST Language. User Atom Language. Весь такая сама в себе. Здесь есть возможность создавать пользовательские атомы, но это уже такой более высокий уровень, поэтому мы сегодня затрагивать это не будем. И Mask Language это те команды, есть тут такой примитивный язычок, синтексик заимствован от C, с помощью которого описывается действие при нажатии на кнопку. Например, мы нажали кнопку Enter, и дальше мы нажали Go to Mask, перейти на такую-то маску, или перейти на такое-то поле, и так далее. Изменить таким-то образом переменную. Есть тут язык примитивный, прямо скажем, минимальное количество в нем команд. Легко довольно запомнить, поэтому там трудностей-то вас не возникнет. Но пока нас в этой главе интересует вот что. В OneTool Atoms есть такая вот библиотека под главе Libraries. Мы можем развернуть ее. Видите, тут дурка, но тем не менее, внутри есть еще раз OneTool Atoms. Самое первое, вот это вот Paragraph Selection Guidelines называется. Это таблица, содержащая все библиотечные атомы, которые у нас есть, с кратким описанием, для чего этот атом, собственно, тут есть. Эти атомы разбиты на категории. Наша задача сейчас, мы найдем Input Output, или что-нибудь такое подходящее. Вот, Input Output, видите. Здесь описано, что, для чего, какими блоками мы можем читать информацию на входах. Видите, здесь, конечно, говорю, кариаловская документация не всегда идеальна. Вот этот блок AIN, видите, написано, что он читает информацию с аналогов входов. Здесь бы надо было приписать, что с аналогов входов плата расширения. Ну вот, поэтому, собственно, и проводим такой тренинг, да, понятно. Ну вот, нас интересует следующий атом, AIN-Conf, видите, он читает аналоговые входы, на которые PCO, вот это семейство PCO. Вот, собственно, он нас интересует. AIN-Conf, этот блок. Мы, значит, выяснили для себя, что вот AIN-Conf нам нужен. Находим в библиотеке блок AIN-Conf. Вот он, нашли. Для тех, кто знает уже блоки на память, имена блоков, созданы вот эти вот сверху выпадающие меню. Вы можете просто здесь набрать и выбрать сразу подходящий блок из списка готовых. Ну, я обычно, честно говоря, это... Меня ностальгия по Изитулс не мучает. Вот это вот заимствовано Изитулс. Причем оно появилось в Антул не сразу, а, видимо, по настоятельным просьбам людей, которые, вот, видимо, срослись с Изитулс как-то душой и телом, по всей видимости. И мозгами, скорее всего. Ну вот. Там были эти... Там библиотеки вот таких не было. Там были библиотеки вот такие. Я не скрою, что, если вы знаете на память имена этих блоков, этим пользоваться удобнее, чем вот эти. Собственно, нашли атом iIncon. Вот он в библиотеке. Выделили. Кстати, если мы хотим навести справку более конкретную об этом блоке, ну, мы могли, конечно, в хелпе кликнуть вот здесь, вот прямо, видите, ссылочка iIncon. И нам откроется справка по этому блоку, что он делает. Там много довольно информации. Но я сейчас вам скажу, как этой информацией правильно пользоваться, касаемо этого блоку. Ну вот. Конечно, неплохо было бы все это прочитать. Но в целом, в целом, самое главное, что вам надо вынести отсюда, кстати, справку по любому блоку, вы можете получить другим способом. Вы можете кликнуть правой кнопкой по этому блоку, по любому, и нажать вот эту вот единственную опцию с вопросом. Вот она, та же самая справка открылась. Ну вот. Кто любит нажимать F1, тот может нажать F1. Ну вот. Я, честно говоря, знаете, столько лет... Нет, нет, я согласен. Я просто столько лет пользуюсь компьютером, но никак не могу приучить себя пользоваться этими вот горячими клавишами. Кроме Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X и Ctrl-A, я ничего больше не помню. А что это такое? Что делать? Да? А знаешь, у меня, смотри, есть такая кнопка. Опа! Все свернулось. А зачем мне кнопка есть? Все. Так, ладно. Значит, смотрите. Нас из этой таблицы нужно вынести... В смысле, из этого хелпа к блоку нужно вынести только сведения о том, о параметрах, которые мы должны подключить к этому блоку, чтобы заставить его работать с теми или иными датчиками. Дело в том, что контроллеры Carrel, они имеются в серии PICO. Могут работать не только с одним типом датчиков. Допустим, поддерживаются датчики МТЦ, поддерживают датчики ПТ-1000, поддерживают датчики 4,20 мА, 0,1 В, 0,10 В, 0,5 В. И даже можно некоторые входы переконфигурировать как цифровые, аналоговые. Единственное, что вам необходимо помнить, это то, что, допустим, если мы возьмем контроллеры PICO-5, то не на всех входах, допустим, аналоговых, поддерживается одинаковый набор датчиков. То есть первые три, допустим, имеют один набор датчиков, следующие два – другой набор датчиков. То есть не только датчик МТЦ поддерживается на всех входах, без исключения. А уже остальные типы датчиков по-разному могут быть использованы. То есть, если, допустим, датчик 4,20 мА может быть использован на входе B1, то на входе B4, к сожалению, не может быть. И наоборот, ПТ-1000, допустим, может быть использован на входе B4, а на B1 не может быть. Но эту информацию Вантул контролировать не умеет, я вам могу сказать точно. Да, это вам придется контролировать самостоятельно, исходя из тех данных на устройство. Это довольно просто запоминается, потому что обычно порядок очень простой. С B1 по B3, первые три – один набор датчиков, потом B4, B5 – другой датчик, другой набор датчиков. Потом, если контроллер побольше, B6, B7, B8 – такой же, как B1, B2, B3, и B9, B10 – такой же, как B4, B5. Тут, в общем, все просто. Но наборы разные. Исключение тут одно. Есть контроллер сейчас новый. Правда, не знаю, в России как-то он у нас как-то вяло завозится. Пика 5+, на нем как бы все входы одинаковые. Универсальный. Мало того, их там может сделать даже аналоговым выходом. Ну, это вот сравнить на новое устройство. Как пользоваться аналогом вот этим блоком для аналогов входа? Первое. У нее есть вход CH. Это, собственно, канал. Это, собственно, номер физического входа, который написан на контроллере. B1, B2, B3, B4, B5, B5. Здесь надо будет написать 1, 2, 3, 4. Собственно, и будет номер входа. Номер входа может быть задан либо константой, либо переменной. Если вы делаете фиксированное приложение, то, разумеется, проще поступить и использовать для этого константу. Если вы делаете какое-то конфигурируемое приложение, которое будет позволять вам менять для данного датчика номер входа, то, разумеется, это должна быть переменная, которую вы как-то должны уметь управлять уже. Но мы с вами в учебном проекте, конечно, не будем делать таких высоких материк, как конфигурируемые входы. Потому что, если мы начнем это делать, то как раз с завтрашнего вечера мы пару входов сконфигурируем. Поэтому делать все просто. Мы жестко закрепим за данным, допустим, датчиком вход номер 1, B1. Как это сделать? Как объявить константу? Константу можно объявить тут, как обычно, несколькими способами. Первый, самый очевидный, это вот эта панель инструментов, иконка с буквой C. Желтенькая такая. Вторая, значит, возможность. Меню Options, Add the Constant. Третья возможность. Ctrl-Shift-C. Для тех, кто помнит эти горячие клавиши. Наверное, очень удобно, кстати. Ну, я вот не помню. Ну, вот. Четвертая возможность. Это подвести курсор. Сейчас я попробую сделать Zoom. Zoom, кстати, работает. Удерживая Ctrl, крутя колесо. Мы можем... И либо, зайдя вот в это вот выпадающее меню, выбрать сразу требуемый масштаб. Ctrl-Z, разумеется, работает. Здесь вообще все стандартные опции редактирования, которые Microsoft созданы, работают. Вот она, нумерация. Она здесь, в принципе, соединиться, но здесь через 10 очков. Нет, каналы. А, да. 1, 2, 3. Ну, как контроллер подписан, так и есть. Здесь сделана абсолютная совместимость контроля. Если я поднесу курсор к метке входа, видите, у меня указатель преобразуется в такую мишень. Если он преобразовался в мишень, я кликну правой кнопкой, то тут я могу выбрать одну из опций. Connect variable, connect constant. Но мы с вами пока говорим о константах. А я выберу connect constant. Видите, здесь сразу возникает такая форма. Мастер очередной. Который предлагает мне назначить это значение. Финиш, все. У меня единица, видите, по умолчанию. Все замечательно. Вот она, единица, сразу присоединилась. Теперь я могу ее тянуть там, куда угодно. Она присоединенная, так и останется. Если я сделаю... Это удобно во многих случаях. Но, допустим, у нас есть... Вот я с контроллом могу скопировать. Допустим, у меня есть два входа. Я хочу сделать здесь первый, здесь второй. Тогда мне, конечно, с одной стороны, я могу кликнуть connect constant и вбить один. Потом connect constant и вбить два, и так далее. Я могу по-другому объявить константу. Вот, например, нажать control-shift-c. Выберу здесь единицу. Кликаю. Видите, она у меня осталась неприсоединенной. Ну и бог с ним. Зато, если я буду кликать, кликать эти единицы, видите, они будут здесь плодиться тут. Но, если я буду удерживать control при этом... Видите, у меня там плюсик появляется. То у меня будет происходить инкремент. Автоматически. Как только мне опция не нужна, правая кнопка отменяет действие. Соответственно, если бы у меня, допустим... Если бы у меня, допустим, 10 аналогов входов здесь стоит, да... Мне уже вот в каждый клик и так назначать константу не очень удобно. Я могу, например, выбрать один. Бросить его, потом control. Видите, сразу два. Три, четыре, пять, шесть, семь и так далее. Потом моя задача присоединить их. Ну, как я могу присоединить? Присоединить здесь можно тоже двумя способами. Первый способ примитивный, да... Это подносим указатель к выводу либо блока, либо константы, неважно. Он превратился в мишень. Зажимаем левую кнопку, тянем связь до нужного нам места и бросаем. Вот все, присоединились. Второй способ, более продвинутый. Саму метку подтягиваем к входу. И как только видите, там появилась в зоне привязки, появляется стрелочка. Вот там вот, видите? Могу бросить, и вот она соединилась. Теперь у меня есть уже два аналога входа. Первый, B1. Этот блок отвечает за вход B1. Этот блок отвечает за вход B2. Теперь мне надо назначить тип датчика, с которым будет работать этот вход. Ну, понятное дело, НТЦ самый наиболее распространенный датчик, если речь идет о измерении температур. НТЦ тип датчика задается здесь значением 0. В табличке, вот в этой, у нас отражены, соответственно, параметры для каждого из типов датчик, который, в принципе, контроллер поддерживает. Видите ли, для Carial NTC это стандартный кариаловский НТЦ датчик, тип 0. Кстати, заостряю ваше внимание, что это должен быть НТЦ Carial. Вот НТЦ Региновский, у него другая характеристика. Понимаете, производители НТЦ датчиков, они хитрые ребята. Они так и норовят навязать нам каждый свой датчик. А у них у всех, во-первых, а, нелинейная зависимость температуры от сопротивления, и б, у каждого своя. Биос-контроллера заточен на то, чтобы правильно интерпретировать зависимость сопротивления от температуры именно кариаловского датчика НТЦ. Ну вот, если вы подключите сюда Сименсовский, он будет показывать неправду. Или там Региновский, он будет показывать неправду. Я пытаюсь неправдно, Регин или Реджин правильно понять не имею, но неважно. Потому что, вот такие ситуации, когда человек покупает там датчик какой-то, непонятно какой, он считает, что он намного дешевле, чем кариаловский, подключает, он говорит, ой, у меня датчик НТЦ показывает неправду. Ну вот, первый вопрос, который надо ему задать, это, а что за датчик вы туда подключили? И человек мне начинает говорить, ау-у-у-у-у. Я говорю, это не кариаловский датчик, ничем не могу вам помочь. Потому что НТЦ, вот такая хитрая нелинейная зависимость, которую каждый производитель под себя затачивает. И здесь все рассчитано на кариалов. Вторая, вот тут есть разновидность НТЦ кариалов. Это датчик со сдвинутым диапазоном в сторону более таких высоких температур. То есть, этот датчик кариалов НТЦ меряет в минус 50 до 90 градусов. Ну, в смысле, сам-то датчик. Здесь буквально пару слов остановлюсь на кариаловских датчиках НТЦ. Несмотря на то, что на датчиках, обращаем внимание, что в данном случае говорю именно об НТЦ. Когда внутри корпуса, или без корпуса, неважно, есть просто терморезистор, больше нет ничего. Вообще, эти датчики в большинстве своем, измеряя температуру от минус 50 градусов до 105. На самом футляре может быть написано, что он меряет, допустим, минус 20, там, 70. Но, я могу сказать, что измерительный элемент внутри этого футляра, все равно меряет температуру от минус 50 до 105. Это значит, что минус 20, 70 применительно только к НТЦ. Я не беру к активным, там, всякие 4,20 миллиампер, 0,1 вольт, 0,10 и так далее. Именно тем, которых внутри датчика НТЦ. Минус 20, 70, это значит, что Карел смог испытать эту пластмассу в диапазоне температуры минус 20, 70. Он гарантирует, что температура пластмасса не треснет при минус 20. Они в своей лаборатории не смогли создать температуру минус 50, чтобы написать на датчике, что он не треснет и при минус 50. Если в нем измерительный НТЦ элемент, все равно меряет от минус 50, я вас уверяю. Все будет хорошо. Диапазон стандартного НТЦ датчика минус 50, 105. Другое дело, что про 105 забудьте применительно к контроллеру Pico. Потому что вот этот стандартный датчик минус 50, 105, контроллер, биос-контроллер готов обсчитывать только до 90 градусов. На 95 он покажет вам ошибку. 9, 9, 9, 9. Это значит, контроллер-то петербург как замкнутый датчик. Вот здесь есть такое ограничение. Если вам нужно измерять более высокие температуры, чем 95 градусов, тогда лучше взять и принципиальный НТЦ. Тогда лучше взять НТЦ вот этого типа. Они в конце HT имеют в артикулах. Они умеют измерять температуру до 150 градусов. Но уже не от минус 50, а от нуля. Так что про это ограничение помним. Стандартный датчик кареловский мы можем обмерить от минус 50 до 90 градусов. Это его корректный диапазон. А если у датчика есть температура, влажность или чего угодно есть? НТЦ – токотемпература. Это датчик на основе никелевой фольги. Это токотемпературные датчики. Для измерения влажности, как правило, датчики выходное напряжение имеют или выходной ток. Кареловские датчики выдают сигналы либо 0,1 вольт 4,20 мА, либо 0,2. ПТ-1000 – это тоже токотемпературные датчики. ПТ-1000 – соответственно, только с положительным коэффициентом. Но ПТ-1000, в отличие от датчика НТЦ, он, кстати, стандартный. Они попадают по стандартам ДИН какой-то, и они у всех одинаковые. Кстати, там есть две ветки в них. В одном 3,8 он наградуется, в другом 3,7 с чем-то там. Но в основном они там такие, более-менее. И они линейризованные, так называемые датчики. У них довольно-таки линейно изменяется сопротивление при изменении температуры. Поэтому ПТ-1000 мы можем подучить себя на любой датчик. Хоть свой, хоть чужой, и все будет замечательно. То же самое касается всех остальных датчиков. 0,1 вольт, 0,10 вольт, 4,20 мА. Например, это 0,5 вольт и так далее. Но что касается НТЦ, только свои. Как видите, НТЦ, ему присвоен параметр 0. Соответственно, мы присвоим константу 0. Все. Что будет на выходе этого блока? На выходе этого блока будет температура в градусах Цельсия. Все сразу без дополнительных преобразований. То есть, моя задача, я построю проект наш учебный таким вот, на странице входов будет только входы. Соответственно, мне надо будет перенести данные на другие страницы. Соответственно, я должен сейчас буду здесь создать переменную, которая будет содержать какую-то температуру. Давайте создам переменную. Константы мы с вами создавать умеем. Теперь мы с вами создадим переменную. Переменную аналогично. Ctrl-Shift-V, я полагаю, да? Дальше. Вот эта кнопка с голубым фоном. С буквой V внутри. Options. Add Variable. И правой кнопкой по выводу. Connect Variable. Кроме того, есть еще один способ. Вот здесь есть таблица переменных. Я могу кликнуть правой кнопкой в любое место таблицы, выбрать опцию Add и добавить в ее переменную. Давайте пойдем. Вот самым очевидным способом. Вот он. Add Variable. Ну, тут все посложнее. Тут потребуется немножко объяснять. Здесь есть достаточно большое количество атрибутов. При объявлении переменной, мало того, здесь даже есть вкладки. Ну, вот. Ну. Оба-на. Я уронил ванту. Ту-ту-ту. А, нет. Это она задумалась. Ну, вот. Во-первых, она хочет просто, чтобы я создал имя переменной. Вот. Смотрите, здесь есть поля обязательные и необязательные. Ну, обязательное поле – это имя переменной. Это абсолютно обязательное поле. Ну, дальше мы должны определить, в какой области памяти будет находиться эта переменная. То есть, в оперативной памяти она будет находиться, в постоянной там и так далее. Здесь есть несколько типов памяти. Сейчас поговорим об этом. И тип данных, которые будут содержать переменной булевые, интеджер или аналоговые. Вот здесь самый тяжелый момент, почему-то для меня, для объяснения, почему-то. Ну, ладно, сейчас разберемся. Ну, первое имя. Имя здесь уже нам по закону никакой кириллицы. Никаких пробелов, ничего. Соответственно, давайте назовем эту перемену, допустим, Sotemp. Sotemp, ну, я обычно пользуюсь аббревиатурами. Я не люблю… Я стараюсь создавать имена переменных, которые как-то в своем имени более-менее отражают ради чего перемена создана. Ну, вот, и стараюсь экономить свое время, да, на длине, на количестве символов, которые содержат в имени переменных. Поэтому я использую выработанную для себя годами систему аббревиатур, да, допустим, Sotemp. Supply, air, temp. Температуру приточного воздуха, допустим, все. Я когда вижу у себя в проекте Sotemp, все, у меня вопросов больше не возникает. Ну, вот, вы можете использовать такое же и придумать свое, там, ради бога. Ну, вот. Дальше. Переменная не может начинаться с… Имя переменная не может начинаться с цифры. Обязательно, она начинается с буквы. Заканчивая цифрой, она, безусловно, может. Но начинаться с нее она не может. Дальше. Значит. Я должен выбрать тип памяти. Но я могу сказать следующее. Если переменная подключена к выходу блока, то 99,9% случаев она будет записана в оперативную память. Потому что блоки, почти все блоки, только один, в смысле, два блока, умеют писать непосредственно в память, во флеш-память, в энергонезависимую память. Все остальные блоки пишут переменные в оперативную память. А нам с вами, кроме необходимо, обеспечить совместимость переменная, которая находится внутри блока, и переменная, которая включена снаружи к этому блоку. Поэтому, если это выход блока, я вас уверяю, в большинстве случаев это будет оперативная память. Поэтому здесь вопрос не стоит. Вот он, X, RAM. Какие типы памяти вообще здесь бывают? Сейчас я повыше покажу, чтобы выпало это меню. Здесь есть, к сожалению, зумировать вот это окно я не могу. Есть X, это оперативная память. Туда пишут данные все блоки. T, это перманентная память, так называемая. Это память энергонезависимая, это флеш-память. В ней хранятся либо ваши пользовательские параметры, это переменная, которая подключается к входам блока, как правило. И сделано, не надо мне это, я не буду этим пользоваться. Ну вот, я не умею этим пользоваться, я не вижу эту точку там. Ну вот. Смотрите, переменная, вот этот тип памяти перманент, это энергонезависимая память. Постоянная память. Совершенно другими словами, постоянная память. Эта память не стирается, когда вы включаете контроллер. Либо всего два блока умеют писать непосредственно в эту память, либо эти переменные подключаются к входам блоков и являются параметрами, заданными пользователям, с целью их сохранить при выключении питания. Допустим, уставки какие-то, тайм-ауты там и так далее. Ну вот. Она перезаписывается, разумеется. Если вы подошли к меню, изменили, то... Ограниченная количество раз, это флэш-память. И она подвержена, естественно, и имеет все недостатки, которые имеет флэш-память. То есть, та память, которая используется в контроллере Пика 5, гарантированно может быть переписана 400 тысяч раз. А та, которая в Пика 3, гарантированно количество циклов в 100 тысяч раз. Ну вот. Но могу сказать, что это не значит, что каждую из переменных вы можете переписать 400 тысяч раз. Потому что флэш-память организована таким образом сейчас, наверное, что она переписывается там целыми страницами. Соответственно, вы изменили одну переменную, а переписалась целая страница. Вот. И поэтому, опа, у вас сразу ресурс уже начал отчитываться. Здесь, смотрите, главное, в случае с работой, при работе с этой памятью, с флэш-памятью, и используют эти вот всего лишь два атома, которые я, безусловно, останавливаюсь на них и покажу, что за эти атомы, которые умеют непосредственно писать в эту память, главное, не допустить одну ошибку, которую иногда люди допускают даже в опытной. Как-то странно. Нельзя ее перезаписывать в каждом цикле. Если вы хотите что-то пересохранять, ну, допустим, у меня один знакомый, опытный человек, который запрограммировал в сооружении контроллеров, миллион, наверное, разных, не только кариалских, и то он сделал, его чем-то не устроил перегулятор библиотечный, он написал свой, а в качестве элементов, в котором он пересохранял эти данные промежуточные, он использовал почему-то вот эту вот флэш-память. А, соответственно, она у него переписывалась там в каждом цикле. Через два месяца контроллер сказал «до свидания». Просто биос-контроллер умеет выбрасывать автоматически это окно, которое говорит о том, что у вас флэш-память повреждена. Ну, в принципе, если вы сумеете заменить там флэш-память, честь вам и хвала. Нет, это не гарантия. Нет, sorry. Здесь в хелпе, в 27 местах написано, что пацаны осторожнее с этим делом. Я нажму комбинацию из двух клавиш, мне сразу напишу, сколько раз вы ее перезаписали, и ничего вы за ним не сделаете. Мало того, она же понимаете, как биос не настолько, он не настолько тупой. Он когда видит, что у вас ведет частая перезапись памяти, он предупреждение выбрасывает, он сразу выбрасывает предупреждение. Системная тревога появляется, слишком частое обращение в Т-памяти, да, и пишет, сколько уже раз вы переписали ее. Ну вот, ваша задача озаботиться этим вопросом, перекопать свой код и понять, где вы ее переписываете. А вот этот стоят, Т-память. Да, 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 они идут. Они идут речь. Да, о флэш-памяти, о ней идет речь. То есть, биос умеет за этим следить, и он рано или поздно выдаст вам предупреждение. Если он заметит, что переменная, например, за две минуты переписалась, ну не тысячу раз, а скажем, у него там есть, там даже где-то описано, сколько раз я, честно говоря, цифры этих не помню. Но если он видит, что обращение идет такое частое, что он рассчитан на то, что через какое-то время контроллер вынестроен, он выбрасывает окно, говорит, слишком часто перезаписывается в памяти. Уже перезаписано столько-то раз. Значит, Т-память, это энергонезависимая. Клок-Рэм. Очень интересная память. Ее очень мало. Если здесь, допустим, мы в контроле Pico 5 имеем 512 килобайт, что в общем за глаза хватает. Перманентная память, там, как правило, тоже счет на мегабайты идет. И это не относится к Pico XS, в нем очень, там, скажем так, подрезали. В нем всего один мегабайт на все, и на BIOS, и на приложение. И поэтому, в общем, тут, когда приложение очень сложное, возникают проблемы с запихиванием туда этого дела. Но это очень, про очень сложную программу идет речь. Про обыкновенные, в общем, как правило, речь не идет. Клок-Рэм. Вот здесь всего 56 байт памяти. Всего 56 байт памяти. Но здесь есть маленький, очень приятный нюанс. Она работает как оперативная, а ведет себя как постоянная. По причине того, что внутри есть батарейка литиевая. Это литиевая батарейка только для часов. Обращаю внимание, не читайте на форумах этот бред, который написан. У меня контроллер сглючил. Или еще что-то. Внутри, значит, ему дают совет. Выним батарейку, поставь обратно батарейку. Ребята, батарейка здесь. Или у меня контроллер забыл уставки. Это значит, что где-то в программе допущена какая-то ошибка. Что контроллер как-то затер эти уставки. Но батарейка внутри контроллера никакого отношения к памяти контроллера не имеет. Кроме как код к этой. Клок-Рэм. Это все 56 байт. И я могу сказать, используют эту память считанные единицы, которые прониклись этой идеей, зачем она нужна. Эта память с точки зрения физики ведет себя как оперативную. То есть вы ее можете перезаписывать хоть миллиард раз. И ей в общем все равно. Хоть в каждом цикле. А с точки зрения сохранения данных идет себя как постоянно. Снимаете питание, на ней данные остаются, потому что есть батарейка на этих часах. Батарейка, собственно, заставляет идти часы, пока контроллер обесточен. И заодно сохраняет данные вот в этой памяти. И соответственно, можно найти всякие хитрые применения этой памяти. Для каких-нибудь целей. Вести какие-то счетчики, наработки и так далее. Для этого у вас 56 байт хватит. Для счетчика наработки нужно, например, 2 байта. Вы считаете, 2 или 4 байта может быть. Вы можете довольно много счетчиков сохранить. Или, допустим, вы можете написать хитрый алгоритм, который позволит вам, например, запомнить не только... Вот, как, допустим, когда выключили... Вот критическая ситуация для системы вентиляции обычно. Зимой отключили электричество. Ну, вероятность того, что если водяная система замерзнет, приближается к 100%. Ну, вот. Надо заказчика как-то поймать на этом деле. Соответственно, можно использовать вот эту вот память. Написать такой алгоритм, который будет... Потому что просто очень написать алгоритм, который будет запоминать, когда включили питание. Косвенно это будет говорить о том, что его отключали. Но доказательная база такая, половинчатая. А вот с помощью вот этой памяти Е типа, да, можно сохранить момент, когда контроллер обесточили. Ну, да. Ну, пациент пересохранятся, и если зазор больше, то запомнить. Нет. Понимаете, отличается тем, что вот эта физическая память другая. Это технологический флэш-память. А это технологически обычная статическая АЗУ. Аппаративка, но под батарейкой. Да, аппаративка, но под батарейкой. Совершенно верно, да. Ну, вот и все. Дальше. Expanded permanent memory. Это память, в принципе, такого же плана, как эта. Но ее, кстати, значительно больше. Если этой памяти там 13 килобайт, то этой аж 32. Ну, ее все равно народ слабо использует, потому что, в основном, всем хватает этих 13 килобайт. Ну, вот. И второй есть момент. Если эта память с непосредственным доступом, то есть вы можете создать переменную, обратиться к ней непосредственно, изменить ее значение. То эта память с косвенным, она только через массивы. Вы организовываете массив и обращаетесь к ячейке массива с номером таким. То есть вы должны сначала переменные запихнуть в массив, потом обращаться к ней. В общем, здесь... Нет, нет, почему? Ну, она с косвенной адресацией получается. То есть вы должны отсчитать. Да, таблица. Ну, в принципе, во многих случаях тоже ее довольно-таки успешно можно использовать. Особенно, когда ее хочется много. Хочется много чего-нибудь запомнить, да, каких-нибудь логов. Ну, вот. И обеспечить к ним удобный доступ. Потому что, в принципе, запись логов есть на уровне биоса в контроле. У нее есть целый большой кусок выделенной памяти, в который можно вести логи. Ну, там навигация такая спорная. А здесь вы можете любую навигацию обеспечить. И 32 килобайта. 32 килобайта, я вас уверяю. Кажется, цифра маленькая, но на самом деле информация помещается туда много. Можете использовать. А вот видите, она используется в массивах, но имеет практически тоже флэш. Да, флэш. Соответственно, да. Все подчиняются теми же самым... Да, имеют те же самые ограничения. Да, совершенно верно. Имеют те же самые ограничения. А нам может выниматься с контроллера, да? Нет. Там все припаяно достаточно надежно. Раньше было, когда в Pico первых контроллерах была возможность дополнительный блок памяти какой-то вставлять туда. И как это работало, понимаете, как и не застало это. Pico первые достаточно старое устройство. Нет. Pico вторые нет. Pico вторые другое. А вот Pico первые там была дополнительная память, такая красненькая штучка, вставлялась в специальный разъем. И как-то что-то можно было сделать так, чтобы без нее контроль не работает. Paged RAM. Но это не наше, как говорится. Некоторые протоколы обмена используют память от себя любимых. Вот CAN встроенный, который для обмена между контроллерами и дроникой, по-моему, как раз вот этот Paged RAM использует. Но, в общем, это не для нас. Это для протокола. Поэтому здесь можно не заострять внимание. Там просто есть вполне четкий порядок, где вы должны поставить букву в куб. F. И все. Дальше не ваше дело. Generic. Generic это такой неопределенный тип памяти. Такой прикольный. Никакой. Это сделано для макроблоков только. Это тип памяти используется в макроблоках, когда мы не знаем. Для входов макроблоков, в частности. Мы не знаем, какого типа переменной будет подключено к входу. И чтобы обеспечить совместимость, ставят Generic. И тогда компилятор, на основании того, какая переменная подсоединена к входу блока, автоматически присваивает такой же тип памяти и самому входу блока. Все. Это для макросов, да. Поэтому, вспоминая, что у нас это выход, да, мы выбираем RAM, оперативную память. Дальше. Data Type. Вот здесь самый такой тугой момент для меня лично, для объяснения. Ну вот. Потому что мне это все ясно внутри, но как это людям объяснить, я не знаю. Здесь нам приготовили сюрприз. Ну, булевая. Здесь все ясно. 0,1. Булевая алгебра. Все просто. Это Digital. Это Дискрет. Как хотите. Logic. 0,1. On-off. Буллин. Одним словом. Дальше. Интежер. Здесь, в общем, тоже все очень просто. Это целые перемены в диапазоне от минус 32768 до плюс 32667. Все верно. Это, вообще-то, диапазон математики в Анту. Потому что в Анту математика 16-разрядная, и, соответственно, числа имеют диапазон такой. От минус 32768 до плюс 32667. Все. Здесь тоже вроде как все просто, да? Это целые перемены. Ими могут принимать значения в диапазоне от минус 32767 до плюс 32667. Все. Здесь все просто. Целые данные. Сейчас самое интересное начинается. Аналоговая. Это те же самые целые перемены. Но только на экране нам нарисуют эту точку. Эта точка нарисованная. Это не плавающая точка. Ни в коем случае. Это та же самая целая математика. Но нам нарисуют точку. Десятичную. Перед последним знаком. То есть, формально обеспечивается точность, например, измерения температуры до одной десятой градусы. Да. Нельзя сделать два знака после запятой. Три знака после запятой. Нет. Только один. Вот. Но в памяти контроллера оно сохраняется как целое число. В диапазоне от минус 32768 до ничего не делится нигде. Просто рисуют точку. Все. И эта точка нарисованная. Вот. Но. Понимаете. Сложность здесь вот в чем возникает. Немножко в использовании. В том. Да. В использовании. В том, что у нас эти переменные. Если мы копнем в распределении памяти контроллера. Они лежат в разных адресном пространстве. Отдельно адресное пространство для интеджеров. Отдельно для аналоговых. И. Казалось бы. Да нам с вами доплевать. В каком. В каких там диапазоне адресов они лежат. Пока не столкнемся с модбасом. В модбасе два типа переменных. Есть койлы. Есть регистры. То есть. Есть булевый. Есть интеджер. Все. А нам потом надо будет. Из своих двух разных интеджеров. То есть. Из своего аналогового. Не честного интеджера. Да. И своего честного интеджера. Сделать один диапазон этих адресов для модбаса. Вот. И вот там у нас возникают. Ну не то что проблемы. Там просто нужно в голове держать лишнюю информацию. Для того чтобы все правильно совместилось. Да. И на стороне модбаса нас правильно поняли. Вот. И все. С точки зрения программирования контроллера. Вот. До выдачи этого дела на порты. Нам вообще по правде говоря все равно. Нарисована эта точка. Не нарисована эта точка. Нам надо только понимать одно. Что есть эта температура. Как на выходе блока INCON. То она в принципе аналоговая. По кариаловской классификации. Величина. Она измерена с точностью до 0,1 градуса. Но сохраняется в памяти как целое число. То есть допустим температура 27,6 градусов. Будет сохранена в памяти как 276. Ну вот. Но когда я захочу ее показать на экране. Я должен выбрать тип аналоговый. Если я не собираюсь ее показывать. Да мне вообще по барабану какая-нибудь аналоговая. Да. А если я хочу показать ее на дисплее. То тогда должен выбрать тип аналоговый. В принципе я стараюсь себя не запутывать. И никого других не запутывать. Все величины которые я собираюсь отображать на экране. С этой десятичной запятой. Перед последним знаком. Я всегда изначально делаю аналоговый. И они через весь проект проходят как аналоговый. И нигде не становятся интажерами там и так далее. То есть температура обрабатывается. То она везде аналоговая. Все прибавки, убавки к ней тоже аналоговые и так далее. Ну вот. Вот так. Но в душе вы должны понимать. Что это то же самое целое число. Никакой плавающей математики с плавающей точкой. Здесь в принципе нет. Определение, округление как это происходит? Не происходит округление. Оно уже округлено до упора. Это целая величина. Если вы хотите... А, вы говорите, что их один разделим на два. Ну, нет. Ну, вот мы делим десять, так делим на... Ну, на три. А отбрасыванием... Отбрасыванием, грубо говоря... Не отбрасыванием, а как бы... Сейчас вам скажу. Короче говоря, отбрасыванием дробной части получится. То есть, грубо говоря, если вы разделите один на два, будет на выходе ноль. Вот так. То есть, если там остается восемь десятых или девять, ты все равно откинул, да? Ну, смотрите, сейчас я вам скажу. Не-не, округления тут как такового нет. Здесь просто... Если состоялся переход на следующий, грубо говоря, шаг, значит, он... Значит, он осуществляется. Еще нет, то нет. Если будет восемь девяносто... Если восемь девяносто восемь, будет видно, как восемь и девять. Восемь девяносто 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 восемь. Если вам нужна математика сплава, вообще такой математики, как ни странно, абсолютно точно хватает для выполнения всех операций, связанных с регулированием климата. Но, здесь, когда используют всякие формулы с плавающей запятой, это делается внутри блоков. Скажем, пи-регулятор здесь есть библиотечный. И там же, сам понимаете, там есть деление маленького числа на очень большое число. Но, и он на самом деле там внутри себя все это вычисляет на низком уровне. Если уж нам приспичило с вами сделать такие вычисления с плавающей точкой, мы можем либо встроить сюда программу на ST, потом перед тем, как перейти обратно из этого кода в FBD, придется нам округлить там, соответствующим образом. И плюс здесь еще есть набор блоков FBD, которые позволяют сделать этого рода. Ими не очень удобно пользоваться, потому что там возникает пара чисел. Да, да. Но, в принципе, если бы не XS, вот эти блоки, которые позволяют делать такие вычисления с плавающей точки, они бы вообще не нужны. Дело в том, что XS со своей памяти, вот этой 128 килобайт оперативки и мегабайт стенки, у него вырезаны из биоса ST, из экономических соображений, грубо говоря. И поэтому, если вам нужна плавающая математическая точка для XS, вам придется париться с FBD. А если у вас любой другой контроллер, то я бы, честно говоря, с этим париться не стал, я бы на ST написал бы эту формулу и забыл бы об этой проблеме навсегда. — То есть, вот проблемы между индустрируемой аналогой и какой-то сети… — Там не то, что проблема. — Там есть вполне четкий порядок, как эта несовместимость решается. — В Мудбасе вообще нет. В Мудбасе точки все нарисованы. Там это рисуют вообще люди на стороне SCADA, ставят эту точку, рисуют там, где хотят. В Мудбасе там все целое. — Да, 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 проблем никаких там нет. Там главное, что совместить два адресных пространства в одно мудбасовское, и все. — Я вам сказал, что значение 27,60 градусов хранится как 276. Все, целое значение. Но на экране я могу себе показать эту десятичную точку, выбрав просто здесь формат. Видите, вот здесь есть поле «Формат», я могу выбрать соответствующий образ. Так что вот, не знаю, насколько я вас запутал. Но объяснить разницу между интеджером и аналоговым всегда очень трудно, потому что разницы никакой нет. — Так вот прямо и говорите. — Так нет, а знаете, как в хелпе написано? — Нет. — А аналоговые — это интеджер, но с нарисованной точкой, типа так, все. Видите, когда мы с вами доберемся до таймингов, здесь вы тоже узнаете, что на самом деле могут накапливаться какие-то ошибки временные. Но примитивно к чему мы с вами говорим? Это управление не конвейером и не роботом, который должен попадать с точностью до какой-то сотой миллиметра куда-то в одно и то же место. Мы говорим с вами о медленно изменяющихся процессах. Нам здесь по большому счету, по барабану, одна секунда, две секунды, жизнь нам это не изменит, по большому счету. — Да, да. Даже при угрозе по замерзанию, да, одна-две секунды нам жизнь не испортит. Ну вот, и поэтому ошибка в вычислении, ошибка в вычислении там одну, две десятые, там три десятые градуса, я вас уверяю. У нас любой датчик, чтобы на нем не писали, он имеет погрешности результирующую больше. Ну, поэтому тут говорите об этих погрешностях, применить на климату я вообще не стал. Я, понимаете, как, не часто встретишь правильно настроенный перегулятор-то, который не болтается, понимаете? О чем мы тут с вами говорим? — Все китайские. — Почему? Это вопрос не китайцам, а вопрос к настройкам. — Вариант к настройкам — это китайский. — Так, смотрите, значит, смотрите. Теперь, что касается вот этого, все-таки попытался объяснить дальше. Стринг — это не для нас, это служебный тип данных, и вариант тоже. В общем, наш с вами boolean integer аналоговый. Это, видимо, было сделано на перспективу, и она частично используется с встроенным функционалом этих самих блоков, но пользовательскими эти вещи так и не стали. — Видимо, это подробно, то есть, если стринг для альбома, то есть тексты или нет? — Не-не-не-не-не, стринг тут используется, я вам покажу пару вариантов, когда стринг используется, но это не пользовательский тип, мы не можем создать переменную типа стринг. — Не можно ее вывести на эту самую. — Да, да, да. — Так, значит, смотрите, вот эти вот атрибуты — name, тип памяти и тип данных — вещи обязательные, без них никуда. Мы должны их задать строго. Все остальное, в принципе, не очень обязательно, но крайне желательно. Во-первых, description. Ну, к примеру, понятно, каждую переменную в проекте, которая просто из листа в лист, допустим, переносит данные, нет смысла обзывать, как-то расписывать, для чего она. Ну вот. Но переменная, допустим, если вы планируете переменную передавать в SCAD, то желательно сразу расписать. Если, в общем, любая переменная, которая каким-то образом попадает в финальную документацию, лучше это поле заполнить с тем, чтобы потом сгенерить автоматически табличку, и поля уже будут заполнены. Ну вот. Переменная внутренняя — смысл назначать здесь дескриптор, только тратить время. Потому что, если вы придумаете для себя удобную систему имен переменных, удобную систему аббревиатур, вам и так будет самим, вам и так будет ясно, ради чего это. Ну вот. Или, скажем, тем людям, с которым вы работаете, если вы не один. — А в SCAD будет видно? — Нет. — В PLANTWIZZER будет. — В PLANTWIZZER будет. — В PLANTWIZZER будет. — Да. — Но это наше, да. — У нас есть инструменты, которые позволяют выдирать из OneTool эти готовые дескрипторы. — Но все остальные вещи там, в основном, да, MODBUS, к примеру, тот же. — В MODBUS там нет понятия дескриптора как такового. — Там есть адрес переменной и всё. — А сопоставление вы все ручками делаете. — В LONVOX есть, кстати. — Но в LONVOX вы можете назначить. — Но LONVOX, априори, кстати, не понимает Кирилю, что здесь надо быть внимательным. — И не понимал, не понимает, я думаю, не будет понимать. — Миритер на любом удобно читаемом языке. — Я так одну переменную на всех случаях. — Так, чтобы было. — Дальше. — Вот это не компилируется, поэтому может быть написано на любом языке. — Вот это unit measurement — это единица измерения переменной тоже. Не компилируется. Идёт только в документы, только в таблицы, которые генерируют OneTool. — На экране? — На экране? — Нет, нет, на экране сами рисуем. — Вот компилируется только вот это, вот это, вот это. В принципе, вот это тоже может быть компилировано. Но переменной переменной, которая только выход, а в данном случае переменная только выход, глупое дело чтение запись, потому что блок сам перепишет в следующем цикле. Это ограничение не имеет никакого значения. Ограничение определяется параметрами основного блока. — Array — это что для массивов? — Array — это для массивов чуть позже. — Later, как говорит зама. Но я, в отличие от зама, скажу про это. Ну вот. Так. Значит, это только в документы. Это определяет формат отображения на экране. Но я обычно, смотрите, стараюсь выбирать здесь формат, если уж собираюсь переменную показывать. Опять же. Выбирая формат только для тех перемен, которые собираюсь показывать. В данном случае собираюсь показывать, да? Ну вот. Выбирая формат, который, в принципе, актуален для данной переменной. Если, допустим, температура приточного воздуха, то вряд ли она выйдет за пределы минус 99, плюс 99, да? Соответственно, выбрав вот здесь вот, она же, в принципе, вряд ли будет отрицательной. Но чем хорош вот эта возможность показать себе минус на экране? Тем, что я могу визуально, допустим, при обрыве и при замыкании датчика, могу сразу видеть, что с ним, оборван или замкнут. Если оборван будет минус 999, если замкнут будет плюс 999. Поэтому я себе знак с аналоговой переменной всегда стараюсь показывать. Особенно те, которые показывают датчики, да? Чтобы видеть эту ошибку датчика сразу. Понятно, что можно вычислить и загенерировать тревогу. Да, да. Все это здорово. Но так вы будете видеть. Подошли к нам и сразу. Опа, вот оно. Не надо лазить по меню, смотреть, что за тревога и так далее. Но количество знаков ограничиваю. С тем, чтобы какой бы ни был большой дисплей, да? Он кажется большим изначально. Только вот пока вы не начинаете работать. А потом у него все время не хватает места на дисплее. Ну, как ни делаешь, все не хватает места. А вот количество этих знаков, видите, ограниченное. Оно позволяет мне это место на дисплее сэкономить в результате. Ну, вот. Дальше. Default. Это категория. Это, в принципе, всего лишь еще один фильтр для этой таблицы. То есть, если в этой таблице не работают всевозможные фильтры, то я смогу сортировать их по каждому из столбцов и категорию в том же числе. Но один есть атрибут, который я настоятельно рекомендую всегда устанавливать. Это Alarms. Если переменная тревожная, лучше атрибут Alarms поставить. Потому что этот атрибут в случае работы с PlantVisor и PlantWatch, то есть с нашими скадами, позволяет переменным сыпаться в отдельный список именно тревожных переменных. А потом он встанет? А? А потом он встанет? Кого? Можно. Это можно. Это дополнительное телодвижение. Я вообще стараюсь все им делать наперед, все, чтобы потом больше не отвлекаться. Потому что Device Creator, он когда выдергивает отсюда два CF, он бах и сразу все правильно делает. Там все равно придется делать какие-то правки минимальные. Но когда у вас их очень много правок, и когда... Нет, одно дело, когда вы ни одной переменной не пометили как Alarm, а все сделали дефолтами, и потом вы четко знаете, что надо рассортировать. Тогда вы четко каждую переменную назначаете. А если, не дай бог, вы часть тревожных переменных пометили как Alarm, часть не пометили. Вы открываете в Device Creator, например, свой этот файл. Фильтранули по Alarm, бах. Смотрите. Первая переменная, которую вы вызвали на редактирование, имеет атрибут. У вас мозга уже отложилась. А, у меня и так все хорошо. Ну вот. И потом, получается, часть переменных стали тревожными, а часть вы забыли пометить. Да-да, я на самом деле просто стараюсь... Вот первое время, когда я только занимался, начинал заниматься в Alarm, я тоже не уделял внимания всяким вот этим вот необязательным полям. Потому что, действительно, обязательно только вот это, это и это. Остальное это по барабану. Ну вот. Но незаполнение некоторых атрибутов для, не говорю, что для 100% переменных, а для переменных, которые где-то будут показываться, вызывает потом геморрой, связанный с двадцатикратной перезагрузкой контроллера этого. Потому что загрузили. Ой, черт! Забыл. Забыл, что у меня температура здесь не пять знаков, а два всего. А она на экране, о! Светится. 0,0,0,0,0. Там два. Точка один. Замечательно. Память занимает одинаковое количество? Да. Да. Память одинаковое количество. Это двубайтное слово, по-любому. Это 16 бит. Вот. Но, зато на экране будет удобно. В принципе, самое интересное, что потом, когда я вызываю переменную на экран, выдергиваю, мне задают еще раз этот вопрос. Не хочу ли я выбрать другой формат. Но, выбрав его сразу правильно здесь, я на то, вновь всплывающую вот эту вот форму с выбором формата, даже не обращая внимания, просто интер и все. Не надо там из этого списка опять выбирать требуемый формат. По сети он уже гуляет, потому что по контролеру он гуляет уже с какой маской? А, смотрите, нет. По контролеру он гуляет как 16 бит на число. Это ограничение только для дисплея. Поэтому, категорию как хотите, но и для аларменных рекомендую сразу назначать. А для остальных... А? Своим делом. Да. Пожалуйста. Это, кстати, опять же, в некоторых случаях бывает удобно, когда вот, допустим, давайте я досоздам все-таки переменную. Все, в принципе, здесь все удовлетворяет. Я жму finish. Вот она переменная. Прилипла. Я ее кликаю. Все. Теперь задача моя присоединить ее. А вот единственный вопрос. Да. Переменная access написана. Это имеет значение? Аксесс. Да. Смотрите. Или это просто таблица? Аксесс. Нет. Этот field имеется в виду, что это переменная чтения записи или только чтение. Да? Здесь в данном случае only output, только выход, только чтение, и input output. Ну, смотрите, для переменных, которые являются выходными значениями, продуктами вычисления каких-то блоков, ставить здесь input output можно, но смысл теряется. По причине того, что когда вы на экране себе покажете на дисплее, скажем, вход-выход переменную, значит, что пользователь может перевести туда курсор и изменить эту переменную. Он ее изменит, но в следующем же цикле она перепишется в то значение, которое вычислил блок. Поэтому давайте сделать с точки зрения логики. Здравого смысла нет смысла. Вот так. вот для входных переменных, тут да. Ну, опять же, это не влияет, да, это влияет только на отображение, да, и возможность переместить туда курсор. Да, да, да. Вот на input output я даже не смогу перевести курсор, а на input output, в принципе, смогу. Значит, упрощается только навигация. Понимаете как? Да. Во-первых, упрощается навигация. Во-вторых, вот поставив здесь себе для тех переменных, которые буду отображать, поставив здесь в этой форме сразу правильные атрибуты, я сэкономлю несколько секунд на каждой переменной при работе уже с интерфейсом. А эти несколько секунд на каждой переменной в результате выльются в часы. Шарат чуть позже, потому что это пока не наш уровень. Когда у нас возникнет макроблок, тогда я… Так же, как и кнопочка next. Все, пока финиш, пока финиш. Все остальное нам не надо. Вот, теперь смотрите. Вот теперь немножко к этой, вернемся к нашей табличке. У нас здесь есть вообще всевозможные фильтры. Здесь вообще достаточно много столбцов. Мы можем, кстати, часть из них, если вот сюда, вот в любой столбец кликнем, мы можем вот здесь вот поснимать стегалки, не показать все столбцы, хотя я обычно этого не делаю. Я обычно, допустим, перемещаю какие-то переменные, допустим, BMS-овские, атрибут BMS. Могу переместить, скажем, в первый столбец, чтобы видеть BMS, не BMS и так далее. Вот и так далее. Здесь работают фильтры. Допустим, хочу показать себе переменную, там, сейчас, вот, на букву N, там, или на букву N, или на NU, да, и так далее. Это все работает здесь. Могу отфильтровать перемены отдельно по булеву, только булеву показать, только интеджеры, только аналоговые, да, только стринги там, видите, их нет. Вот. Очистить все фильтры. Могу в оперативной памяти, могу в энергонезависимой. По этому, по типу памяти, короче, отфильтровать. Могу по категории, помните, дополнительный фильтр, да. Могу, значит, здесь, видите, есть тоже фильтр, и, соответственно, чек, там, чек, там, выбран, не выбран. Вот, допустим, температура приточного воздуха, хоп, она только одна. Было бы несколько дескрипторов с такой температурой приточного воздуха, было бы несколько переменных и так далее. В общем, здесь эта табличка, она, в общем, вещь довольно-таки удобная и фильтруется различными способами. Кроме того, здесь можно отфильтровать по пользовательским переменам, по системным переменным, по переменным модулям, но это пока пусто, потому что нет модулей. Ну, вот. И опять-то сбросили. Вот, видите, я отфильтровал, сейчас нажал букву Ю, только свои пользовательские переменные. Момент. Сотемп я создал только что. Дамми, несмотря на то, что переменная, в принципе, генерится системой, но она сделана для пользователя. Она, как бы, не системная переменная, генерится автоматически. При создании интерфейса, в основном, только используется. Это, как бы, дамми, если вы переведете, это пустышка за... ну, пустышка. Она там и используется именно как пустышка. Вот. Потом покажу, каким образом. Скорее, все это случится завтра. Ну, вот. А? 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 Вы по юзеру отфильтруете? А? Ну, я отфильтрую нажал. Сбросите в фильтр. А? Да. Так. Вот. Соответственно, вот здесь у меня пользовательские переменные. Все замечательно. Вот она появилась. Смотрите. Допустим, я хочу эту переменную переименовать. Ну, приспичило мне. Так вот. Переименовать я... Чтобы переименовать переменную, я должен вызвать ее на редактирование именно из этой таблицы. Потому что, если я вызваю на редактирование отсюда, и скажу-скажешь, вам будет сатемп 1, да? То, видите, меня спрашивают. Ага, эта перемена еще не создана, не существует. Хотите создать переменную новую с таким вот именем? Мы говорим, хотим, например. Видите, у нас появилась перемена сатемп 1 здесь. Но здесь-то у меня есть теперь и сатемп, и сатемп 1. Вот. Теперь, видите, у меня появляется... Видите, какая возможность... А не существующие перемены, знаете, как там... Компилятор, по-моему, довольно мудро поступает с ними. Он их, по-моему, если переменная просто висит... Мне кажется, он на ней экономит, он ее никуда не компилирует. Да можно сделать... Не-не-не, он, я говорю, компилятор, он на самом деле просто не существующий перемены. Тут даже есть, смотрите, вот сейчас, тут есть такая штука, как вот файл, delete unused variable. Ну, правда, здесь это вызовет работу компилятора, ну вот. И он увидит перемены, которые вот висят вот такие, ни о чем, и он выдаст список, и он предложит вам поудалять. На самом деле, я, по возможности, переменные, конечно, такие вот, ну, очевидно, дурные. Я их, конечно, просто тупо удаляю. Ну вот. Но иногда, знаете, вот, когда много работаешь, у тебя проекты, как бы, и один переходит в другой плавно, потом в третий, и у тебя вот они... Я оставляю эти переменные внутри проекта, чтобы потом не создавать, потому что в этот раз не понадобилось, а следующий вариант понадобится. Ну вот. Но откровенно дурные переменные, ну, как сейчас было, со темп 1. Я, конечно, просто вызываю этот функционал, этот, delete unused. Она мне выдает обычно список, понимаете, там у меня не одна обычно. У меня там, ох. Да, и я просто, учитывая, что система аббревиатур отработана, я просто пробегаю по списку глазами, галки эти ставлю, снимаю где надо. Поэтому, где остались галки, просто delete, она, и все. Так, дальше. Ну, давайте я вот что сделаю. Так, у нас сейчас обед, что ли? Медленно идем. Так, мне надо вот что делать, остановиться. Я хочу показать, как быть, если не температура, а если, скажем, давление, влажность и так далее. Ну, вот. Эти датчики уже активны. Они имеют в составе преобразователь сигналов, там, из формата какой-то температуры, там, или влажности, например, там, еще чего-то. Сигнал, там, 4,20 миллиампер, 0,10 вольт, там, 0,1 вольт. Вот. Если я выбираю здесь, допустим, тип датчика. Ну, к примеру, 4,20 миллиампер. Четверочку. То на выходе у меня уже будет фиксирован диапазон значений. От нуля, там, до тысячи. Все. Ну, имеется от нуля до 100 процентов, да. От нуля до тысячи. Здесь будет изменяться выходной. Вне зависимости от того, что там мерит у меня датчик. Он может проверить давлением, он может мерить температуру. Ну, да. На выходе датчика 4,20 миллиампер всегда. Точнее, в принципе, там, от нуля до 20 миллиампер. 4,20 это значащий диапазон, да. Ну, вот. Ну, вот. На выходе таких блоков, в этом случае блока, будет, допустим, здесь тройка, будет то же самое. Это 0,10 вольт, да, допустим. Или там двойка, 0,5 вольт. Здесь будет на выходе все равно всегда изменяться значения от нуля до тысячи. Вот, допустим, двойка. Пускай будет двойка, да. Ну, вот. Теперь я должен привести это значение 0,000, да. Этот диапазон датчика, там, 0,1 вольта. К диапазону измерений этого датчика. То есть, беру датчик, смотрю, что на нем написано, да. Вот этот датчик меряет температуру минус 20, да. То есть, я должен из этого 0,000 сделать минус 20,70, например. К примеру. Как это сделать? Элементарно. Есть специальный блок. Есть специальный макроблок. Он называется скейла. Скейла. Скалер. Опа. Он что умеет делать? Если мы раскроем, кстати, help. Я лишний раз хочу подчеркнуть, что не всегда help. Нет. Желательно, конечно, help читать. Но, в принципе, в большинстве случаев картинки очень красноречиво иллютрируют то, что будет происходить. Мы подаем на вход этого блока некий сигнал x, который изменяется, к примеру, от значения x1 до значения x2. На выходе мы получаем сигнал y, который изменяется от значения y1 до y2. То есть, x1 соответствует y1, а x2 соответствует y2. Соответственно, мы можем линейно пересчитать там любой сигнал. Перенаклонить, кстати, его в другую сторону даже. Потому что не факт, что y1 должен быть обязательно меньше, чем y2. Вот, допустим, здесь случай, видите, когда y1 больше, чем y2. Поэтому, допустим, мы имеем с датчиком влажности кариаловским, с датчиком температуры. Давай с датчиком температуру. Только температуру 0,1 вольт, да, на выходе который идет. Соответственно, вот он, выходной сигнал этого блока, изменяющийся от 0 до 1000, мы подключаем к ходу x. Сдаемся входными координатами. Какими? x0, xx1 какая будет? совершенно верно. У нас сигнал входной измеряется от 0 до 1000. Изменяется. Вот. А выходной сигнал, значит, датчик, датчиков серии dp, 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 dp. С трех раз, да. Что я должен здесь сделать? Минус 300, 700. При этом у меня на выходе будет температура в градусах Цельсия с точностью до 0,1. Если бы написал минус 30, 70, температура была бы без десятичной ерунды на конце, а изменялось бы 21, 22, 23, 24. То есть я потерял бы, конечно, тут в точности. Понятное дело. Но, тем не менее, это случилось бы. Не получится, что мы ошибку делали? Нет, не получится. Почему? Мы же линейно пересчитаем. Ноль в минус 30, тысячу в 70. Честно, 70. Мы просто не будем рисовать. Мы выберем тип переменных integer на выходе и будем. Главное, чтобы мы потом не показали себе точку. Да. Но, с другой стороны, я обычно, опять же, с целью избежать ошибки, и раз уж дело имею с температурами, значит, в десятичную точку показываю, какая бы она ни была. Нужна, не нужна, неважно. В конце концов, у меня есть инструменты, которые позволяют мне в проекте эту переменную держать как аналоговую, но на экране не показывать десятичную точку. Могу сделать и так. Есть у меня там инструмент соответствующий. Еще раз про этот. Про этот. Про этот. Смотрите, что он делает. Вот у нас на оси Х входной сигнал. И есть у нас координаты входного сигнала Х1 и Х2. Соответственно, мы можем преобразовать входной сигнал в некий выходной. То есть, у нас начало изменения этого сигнала и конец заданных координатами Х1 и Х2. И, соответственно, начало и конец этого выходного сигнала заданных координатами Х1 и Х2. То есть, у нас Х1 приведется к Х1. То есть, допустим, у нас на выходе 0, а мы хотим, чтобы на выходе было 10. Да. Здесь очень простое перемножение. Да. Это пропорция. В зависимости линейная. Да. В зависимости линейная. у нее не очень. Она, по-моему, там на 6 готовая сделана. Или на 6, или на 8. Не, ну, понимаете, как? Ваше право сделать их сколько угодно. Но готовая, по-моему, то ли на 6, то ли на 8. Есть. С изломами. Да. Но, я знаю, что, ну, в принципе, математика по большому счету из ИКСТ позволит вам тут по большому счету сделать любой сложности вычисления. Сделать свою датчик институт. Сделать свою датчик институт теоретическим. Почему нет? Почему нет? Другое дело, что, смотрите, хочу предостеречь вот от чего. От ошибок. Свои датчики институт неизвестны эти случаи. Но, скорее всего, вы потеряете в диапазоне того, чужого датчика. Потому что мы-то заданы с вами своим датчиком минус 50-90. А это вполне конкретный диапазон сопротивлений. Если тот датчик чужой выползает за эти края, либо с одной, либо с другой стороны, либо с обоих, вам придется все равно его зажать в сопротивлениях соответствующих нашему минус 50 и нашему 90. В большинстве случаев вы теряете в диапазоне измерений. А некоторые датчики, вот ханевеловские, которые, я помню, почему я ссылаюсь на ханевелов, я с этим оборудованно работал, у них температура отрицательная, туда в минус 50, они там уже в мегаомы заваливаются. А наш датчик, он там, по-моему, 344 кОм, у него край, по-моему, в этой области где-то. И вот в случае, допустим, с ханевелов, вы здесь теряете довольно много уже в отрицательных областях. Ну вот, а у нас, так сказать, обед, время обеда. Не, ну давайте так, давайте так, на выходе что у нас? Другая температура, пускай она будет у нас тут ратем, температура в помещении. А? Да, это был копипаст. Вот, я создал. У меня атрибуты унаследовались, температуру даже не пишу. Все остальное, видите, чем так удобно поступать в случае, когда вы делаете однотипные перемены, допустим, температура. Вас, в принципе, вот эти все атрибуты уже устраивают. Вам только ими поменять, и у вас абсолютное, так сказать, счастье. А вот после, я не знаю, если, давайте я договорю. В принципе, есть одно маленькое здесь, маленький нюанс, связанный с датчиком 4,20 мА. Давайте я вот это все тупо копипастну. Вот, сделаю здесь вход, допустим, третий. Здесь тип датчика 4, а 4 это 4,20 мА. Но у нас одинаковый выбирается тип датчика 4, что 0,20 мА, то 4,20 мА. И, в принципе, вот это значение, значение 0,000 на выходе, оно соответствует диапазону 0,20 мА. А теперь представьте, у нас датчик 4,20 мА. Что мы с вами должны сделать? Мы с вами должны ввести поправочку теперь кое-какую. У нас начинается отсчет датчика не с нуля, а с 4 мА. А блок рассчитан на 0,20 мА. Вот с этой координатой, да? Вот с этой координатой нам надо сделать... Нет. Одну пятую, да. У нас 4, это 1,5 от диапазона 0,20 мА. Вот она, собственно, 1,5 от нашей тысячи, от нашего диапазона. На самом деле... Нет, в x1 уже 200, да. А в x2 так останется тысячи. Все нормально. Вот эти все нюансы в этом хелпе, сейчас... В хелпе к этому блоку, вот к этому, они все отражены. Там есть табличка. Дальше. Вот, видите? Вот она, сразу 4,20 мА. И дальше есть страничка с примерами даже. Examples. Вот. Здесь для НТЦ, для ПТ-1000, для 0,1 вольт, для 0,10 вольт. И для 4,20 мА. Вот обратите внимание. В выходные диапазон указаны, да? Да. В выходные диапазон зависит уже от того датчика, который вы применяете. Бары, допустим, минус 5 здесь, видите, у них минус 0,5, у них 7, да, наверное. В случае с барами, я, например, тоже стараюсь поточнее себе делать, потому что 0,10 бар бывает маловато, как-то диапазон для вычислений. В общем, здесь есть, понимаете, здесь, чем хорош этот help, здесь каждому блоку есть пример. И пример этот настолько развернут, настолько, насколько блок позволяет какие-то допускать варианты. Понимаешь, что под логику и здесь пример не будет сильно развернут, я вас уверяю. Ну вот, да, а под, скажем, вот видите, атом iin.conf, здесь, видите, достаточно развернут help и достаточно развернут набор примеров всевозможных. Поэтому, несмотря на то, что help этот не на нашем языке, пользоваться им, в общем, можно условно, зная этот язык. Хотя иногда есть чуть-чуть нюансов в тексте возникает, но iin.conf это не тот блок, в который содержится много нюансов. Так, ну все, вот теперь, а теперь у нас переменная пускай будет, допустим, RATEMP, а я, давайте, 4,20, так, sorry, чтобы вы могли потом проанализировать, да, и понять, чем они отличаются. Часто мы плодим ненужные, но они здесь, в другом случае, нам нужны, мы же пока, мы же не строим какой-то живого проекта. Мы, на самом деле, пытаемся объяснить вам, что к чему. И когда вы этот проект потом откроете, увидите, опа, вот почему они здесь, вроде как, вроде то же самое все. И вы обратите внимание, вот на этот момент и на этот момент, что у них есть небольшая разница, и что вот эта переменная 4,20 отличается тем, что здесь, видите, коэффициент не тот стоит. Нет, мы одну переменную и еще одну создаем, ту, у которой будет новое имя. Смотрите, я копировал RATEMP, да, и для этого, и это все, это та же самая RATEMP. Она просто метко копировалась, переменная осталась, одна и та же, одна штука. Ну вот, а здесь вот, видите, она одна. А вот если я теперь переменую ее, то теперь я наплодил ненужную переменную. Но я, на самом деле, довольно часто этим способом пользуюсь для создания новых переменок. Потому что, допустим, мне нужно группу перемен содержит температуру. А я один раз назначаюсь атрибутом, как правило, температура наследует в себе атрибуте в большинстве случаев. И только если там очень горячая вода возникает, там возникает нюансы. А из, скажем, обычной температуры, которые там наружная или приточная, и все, в общем, с похожими атрибутами. Поэтому дальше я так управлю имя, а все остальное остается. Вообще, как обычно стараюсь я делать, планирую программу. И обычно в начале кода input, потом обработка, потом output. Ну и там тревоги. Ну, с точки зрения просто логики, да, здравого смысла. Получили информацию, обработали ее, выдали на гора. Все. Но, обращая ваше внимание на то, что случается море случаев, да, в море есть примеров, когда вам нужно поменять их местами, например, да. Когда вы хотите ввести, допустим, задержку на цикл. Потому что, в большом счете, если я сначала обработаю выходы, потом, значит, обработаю всю информацию, а потом обработаю входы, это приведет лишь к тому, что у меня вообще просто выдача информации на выход задержится на цикл, да. То есть, они будут входы с выходами местами переставлены, да. То есть, цикл я потеряю, да. То есть, я хотел, чтобы у меня в этом же цикле сработало реле. Если я сделаю, допустим, смотрите, у меня случилось что-то на входе, допустим, в таком-то, оно должно вызывать срабатывание какого-то реле. То есть, если я сначала обработаю входы, а потом выходы, то у меня реле сработает в высшем цикле, а если их поменяем местами, то через цикл. Цикл исполнения всех блоков. Смотрите, видите, у меня количество блоков растет. Вместе с ростом количества блоков растет длительность исполнения этого цикла. Понятно, что это устройство довольно быстро, и оно обрабатывает эти все блоки, но ему требуется порядка трех десяток секунды. Обработать довольно сложную программу. Ну вот, но, грубо говоря, я потеряю вот эти тридесятые секунды. Нет, нет, он зависит от количества блоков, от количества обращений к портам, от количества нажатий на клавиши и прочее. Он, в общем, меняющийся цикл. То есть, все демоны, оставшиеся, будут работать уже и время. Обмен по сети, там, для веба, для 485-го, для всего. Да, 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 совершенно верно. Но, нет, понимаете, обмен по сети, скажем, для 485-го. Это немножко, это уровень биоса. Они там на своих прерываниях живут. Нет, мы думаем, что он вызовет, так мы, ну, скажем, дай мне вот эти катушки, эти регистры, да? Там у меня всякая проблема, там, всякая, ну, экскуда на рубашку, да? Угу. Лайка, нет, вам придется, значит, подогнать как-то, да, снаружи какие-то проблемы. Вообще, конечно, обычно таких тайм-аутов, там, одну десятую секунду никто не ставит. На мутбасе. На мутбасе. Да, да, я понял, что вы отличен. Но, да, да, вам придется учитывать то, что у вас есть время цикла. Да, конечно, смотрите, смотрите, вот что дает, посмотрите, я вот что хочу сказать. Смотрите, я понимаю, что существуют точные промышленные контроллеры, которые умеют засекать очень точные времена, задавать время цикла, там, довольно точно и так далее. Но, у всех этих контроллеров, как правило, есть одно существенное ограничение. Это количество этих таймеров, которые у них есть. Потому что, если у них таймеры, эти точные, сидят на отдельных прерываниях, то их не может быть бесконечное количество, да? А здесь, у меня вообще все засечки времени делаются на основании длительности цикла. Потому что есть внутренний таймер, который постоянно меряет этот цикл. Стандартная программа для вентиляхи, она содержит в себе где-то около... 400 килобайт от компилированного кода. То есть, это, в общем, для этого контроллера довольно-таки сложный проект. У нее цикл меньше, чем секунда. Вот, в общем, ваше измерение у кого-то сошли. Нет, в общем, ваше измерение у кого-то сошли. Пошел вопрос. А порядок мы этот можем менять? Или он физического, как можно, большее стоят? Нет, этот порядок мы можем менять. Он не зависит от геометрического расположения их на листах. И вот эти вот номера сверху, они, собственно, определяют этот порядок исполнения. В любой момент вы можете вызвать на редактирование поменять этот номер. Если вы не хотите каждый блок кликать, то есть вот такая технология, которая позволяет вам, допустим, просто кликнуть правой кнопкой в поле просто. И выбрать опцию Calculate Block Execution Order. Дальше вы, значит, задаете стартовое значение. То есть, вам не обязательно с первого блока кликать, да? Может, со второго, с третьего. Но я обычно все-таки придерживаюсь предложенного бейсиковского шага 10, да? Ну вот. Дальше вы ставите галку Manual. Вот это Manual Assignment. Окей. И дальше, вот видите, к курсору прилипло там 1, 2, 3. Вы должны кликнуть по этим блокам. Ну, отменил я. В той последовательности, в которой вы желаете, чтобы они исполнялись. Вот. То есть, если я поменяю местами, например, здесь поставлю 30, а здесь 40, наоборот, 40, здесь от 30, здесь есть, то у меня получится, что считает начало, а вылет от считает после того, как уже... Да, да, и в одежде задержку, и разумеется. Попадаете на цикл, да? Да. Попадаете на цикл, да? А из таких ошибок вы по ходе проекта сделаете 50 штук, вот по ходу обработки одного и того же сигнала. Сами понимаете? Это может быть не особо, а может быть так нужно. Нет, может быть так и нужно. Совершенно верно. Может быть так и нужно. Вы можете так и формировать задержку на цикл, например, на 2, на 3. Ну вот. Но если вы ошибаетесь, да, и вы сделали этих ошибок 50 раз по мере происхождения одного и того же сигнала, то, сами понимаете, результат у вас задержится на 50 циклов, а это уже много. Но это можно лететь. Можно. Чуть как можно. Можно. Но это можно и отследить. Но это можно, конечно, в любой момент исправить. Допустим, вы смотрите. Мы, кстати, еще какой есть. Ну и сейчас вы ничего не делаете. Я, допустим, добиваю блоки. И хочу, чтобы у меня, вот, работаю с проектом работы. И хочу, чтобы у меня вот между 10 на 20 вставились блоки, да? Допустим, 11. Допустим, 12. Вставил, значит, ну, связал как-то там все нормально. Ну, смотрю, оба, опять не помещается, а хочется вставить кусок кода. Кликаю правой кнопкой калькуле и блок execution. Вот, я только уже галку не ставлю. Просто нажимаю окей. Видите, все раздвинулось. Сохранением последовательности, кстати, надо сказать, да. Ну, да, конечно, да, это удобно. Это, в свое время, те, кто придумали basic и приложили строки номеровать через 10, это они, кстати, талантливые ребята, надо сказать. Билл Гейтс? Так он сам писал. Basic? Я, честно говоря, ну, что ж, талантливый такой во всем. Так, если я теперь отсюда уху беру, видите, 10.40, опять калькуле и блок execution. Но, да видите, все сжалось обратно. То есть, в любой момент могу восстановить этот порядок. Но, если мы это калькуле и не делаем, то и компиллят, и компиллят, и он сам делал, да? Нет. Нет. Да, ну, и что подумаешь, он там увидеть, что блоки, он просто, Это никакая проблема. Вы можете хоть через 100, хоть через 200, хоть через 300 делать. Хоть через 12. Хоть через 7. Единственное, точно неудобно, это делать через один. Так или иначе, все равно при работе с нормальным уже проектом, вы все равно столкнетесь с необходимостью вставлять. Да, да, да. И через один это геймор. Хотя на самом деле, смотрите, я вообще, вот сейчас опять немножко будет противоречить себе. Но это, кстати, больше как бы финально. Когда я начинаю работать с чистого листа, я вообще не смотрю на номера. Я накидываю блоки произвольно, соединяя их просто логически. А потом, когда закончил работу на странице, я просто вызываю и назначаю последовательность ту, которую я считаю правильной. А вот уже потом при редактировании начинаешь вставлять уже чего-то, и тогда вот я вставляю. Но изначально, как бы, рыбу я делаю не глядя, без оглядки на те самые, на номера. Да ничего, кстати, ничего тут такого очень эксклюзивного нет. Когда вы выстроите некую логическую цепь, она для вас будет совершенно очевидна последовательность исполнения. Вы же ее сами придумали, вы же не дядину Васину взяли. Иногда, наоборот, сам специально делаешь, меняешь местами блоки. А бывает даже меняешь и там два, и три штуки делаешь, чтобы они исполнялись наизнанку, с тем, чтобы задержаться как раз. Бывает такое. Так, ну ладно, давайте продолжим с входами. Мы с вами и так застряли совершенно надолго, по непонятной мне причине, с входами. Так, значит так, с цифровыми входами. Ну, здесь все просто. Есть атом, который называется day-in. И, в общем, на этом и заканчивается вся история. На входе блока номера этого входа физический, в виде константы либо переменной. Ну, давайте так, для разнообразия пару штук сделаем. Просто day-in, да? Да, day-in. На выходе булевые перемены. Пускай возьмем, допустим, вот так, это sfdps возьмем, чтобы потом показать пару примеров, чтобы сделать задержку, тревогу с задержкой. И, ну, я вот здесь дифференциальный датчик для вентилятора сделал. Supply fine, да? Да, да, но это моей аббревиатуры, да? SF, supply fine DPS, да? Different pressure switch. И в мануе, это привычный вентилятор. Ну, и второй возьмем, что там, такой-нибудь термостат, да? Термостат, не важно. Так. Вот и все. Причем, если мы включаем эти согласно с цеповой схеме, при замкнутом входе, на выходе логический ноль, при разомкнутом логической единице. Конверсия делается включена нот? Ну да, если вам надо перевернуть, естественно, вы инвертируете, есть блок, вот он нот, да, просто инвертор. Если вам надо перевернуть, вы можете инвертировать как угодно. Я же в какой-то сайт цифровых входов. Так. Теперь давайте... Ну, здесь я вопрос просто даже не знаю, какие могут возникнуть. Все просто. Атом, переменная, номер входа, все. Ну, для тех, кто любит, что все было красиво, да. Допустим, как-то блоки так вот, карта легла так вот, некрасиво, да. Хочу сделать, чтобы ровненько. Могу, конечно, эти все свои 27 блоков подтянуть, да, и сделать красиво, ровненько, вот так вот. Все бы хорошо. А могу выделить вот эти блоки. Потом кликнуть правой кнопкой. Есть опция Align to. Да, по левому краю, по правому краю выровнять. Будет выравниваться по тому элементу, который в область выделения попал в первом. Первым по счету. Вот я начал выделять с этого, он был первый по счету, поэтому по нему и выровнялась. Если бы начал выравнивать с этого, значит, выровнял бы с этого. Да, выровнялся бы по этому. Соответственно, не могу не только так выделять, могу интересно с контролом выделять их. То же самое касается меток и так далее, всего. Положение на листе никак не влияет? Не, не, положение на листе никак не влияет, только влияет на, так сказать, визуальное восприятие того, что есть на листе. Вот. Хочу, допустим, чтобы все вот эти номера входов были на... по одной линейничке, да? Вот они стали по одной линейничке. Хочу, чтобы все переменные выровнялись, выровнялись, вот как сатем. Да. Да, можете, да. Что в область выделения попадет, то и выровняется. Ну, вот, если все вместе выровнять, не знаю, что будет. Ну, в общем, понимаете, как бы, любая функция в Antul требует, в общем, вменяемого применения. Если поставить с целью как-то озадачить контроллер там или программу чем-нибудь, я уверен, что вы без проблем в течение получаса справитесь с этим. Но... Подвесить контроллером можно. Бесконечным циклом, например, каким-нибудь там... Бесконечным подциклом, например. Да, тут... Нет, вывесить контроллер можно. Но вывесить контроллер немножко сложнее по причине того, что когда вообще контроллер считает постоянно время этого исполнения цикла. Если оно достигает 10 секунд, то для него критическая величина, и контроллер просто пересгружается. Он считается, что это вот... Это ошибка, это зависание, и он должен это исправить. Что-то типа watchdog таймера получается. Потом получается он циклический. Да, и он будет циклический, да. Он будет заходить. Если он снова зайдет в этот бесконечный цикл, то он снова 10 секунд посчитает, подождет, и потом перезапустится. Можно сейчас для нас на взгляд еще поставить перевод аналогов в дискретный? Это вопрос? Да не вопрос. Перевод аналогов величины в дискретный. Это... То есть термостат. Ну, грубо говоря, у нас есть аналогов в ИТИ, чтобы он был дискретный, да, чтобы сделать. А, то есть вы хотите сделать, задействовать B5 и B4, да? Очень просто. Вот это вот тип будет 5, ну, а вход, соответственно, 4 или 5. Все на выходе, значит, у вас сейчас... Ладно, давайте... Нет, давайте я сделаю отдельно, чтобы... Да, да. Это работает только на 4-ом, 5-ом, 9-ом, 10-ом. И в случае с компактом, там другие входы, я не помню точно какие. И Pica 5+, там может быть любой вход так сделан. Соответственно, соответственно, берем у нас 4-ый аналоговый вход, назначаем ему тип датчика 5-ый. На выходе нам нужна такая конструкция. Есть такой специальный блок сравнения. вот он, Eq. Ну, вот, собственно, и все. Есть линия, соединяющая переменные звуки толстые или есть тонкие? А, ну, здесь смысл есть, да. смысл есть. Булевые, такие вот светленькие, а интеджеры темненькие. Ну, видимо, толстые и тонкие. Тонкие. Да. Да, икью. Нет, в данном случае можно больше или равно поставить, в принципе, но она больше тысячи не может быть по определению, поэтому когда у вас замкнутый вход, ничего не будет, потому что не будет 999. Это вход сконфигурирован как цифровой. на самом деле это все равно включен. Да. А, да. Какой же, по-моему, тоже не будет. Тысяча. Ну, по-моему, с пушейской, внутри его. Да, нас это не волнует, если честно. Мы выбрали такой тип датчика, он там анализирует это сопротивление на входе. Если она становится очень маленьким, он резко перепрыгивает на выходе и получается тысяча, и все. Это делается на уровне, на низком уровне я не знаю как. Мне, честно говоря, абсолютно все равно. Вот. Просто здесь я, видите, ничего нового не придумал. Сами обратили внимание, что я специально в Хелпе вам поднял вот этот вот пример, да, вот использования такого. Здесь вот она рекомендация производителя. Что нам еще надо, чтобы хорошо работало? Зачем вам это понимать? Объясните мне. Я его сконфигурировал заведомо как цифровой. Не, не, момент. Здесь у нас по согласной схеме включения такого входа мы должны замыкать ее на ГНД и размыкать. И все. И все. И у нас на выходе вот такие условия. Просто прежде чем использовать контроллер, всегда надо почитать инструкцию по его эксплуатации, по подключению инструкции по монтажу. А у нас принято по-другому поступать. У нас сначала сжигают контроллер, а потом начинают читать инструкцию по монтажу. поэтому возникает проблема, возникают вопросы, возникают всякие как бы это назвать покорректнее разговоры на неких форумах. карил это дерьмо, оно не работает, я спалил пять контроллеров туда-сюда, точнее у меня сгорели пять контроллеров. Вот, например, широко распространенная такая причина повреждения контроллеров, вот я могу сказать, что в мои руки за последние полгода таких десяток точно попало контроллеров сожженным пиланом, портом пилановским. Ну вот, начинаешь говорить людям, что это не гарантия, точно, сожженный порт пиланов это не гарантия, потому что там внутри повреждения связаны с горелыми элементами, с взорвавшимися резисторами, там, и так далее, с дырками в микросхемах, один человек даже в воздухе говорю, ну, я ему говорю по телефону, вот есть схема, она на такой странице мануала, она вот такая, такая, такая. Человек говорит, у меня все сделано правильно, я говорю, пришли мне принципиальную схему того оборудования, в котором это сгорело, присылает, открываю, все сделано с точностью это наоборот, и говорю, уважаемый, ну вот, ты же бы сам нарисовал на этой схеме, здесь эта ошибка совершенно очевидная, и она противоречит мануалу, все. А какая ошибка? Ну, там, смотрите, пиланы жгут, в общем, при практически одинаковых условиях. Там, где такая, если глибаническая связь между контроллерами существует, какая-то, через блоки питания, через какие-то аналоговые входы, выходы, там, в общем, если существует глибаническая связь между двумя контроллерами, там, или тремя, неважно, то, вот этот вот провод земляной на пилане подключать нельзя соединять эти земли пилановские. В принципе, его лучше вообще не соединять, никогда, и все будет замечательно работать. Ну, вот, но, в инструкции четко написано, что, если у вас связь, допустим, через источник питания, если у них общая земля есть, есть, существует у контроллера, то есть, очевидная глибаническая связь, то землю подключать нельзя, эту, на пилане, горит порт. в инструкции не напишут, что он сгорит, в инструкции написано, что, если у вас так, делайте вот так соединяйте, если у вас так, то сможете соединить вот так. Чего еще надо? Ну, ребята, выполните эту проклятую инструкцию. Ну, ее же люди писали, зачем-то. Нифига, человек все равно соединяется, оно включается, оно все горит, он горит, вот, карел, вот, плохой контроллер, потому что он горит. Он там, понимаете, как там, нет, там, у них есть вот эта клемма третья, земляная, да, но она есть. Да, пилан, он не изолированный, он не изолированный порт. Если у вас существует иная гармоническая связь между контроллерами, они запитаны от одного трансформатора, например, то при соединении вот этой земли пилановской между собой, контроллеров, там возник, я, честно говоря, не вникал в схемотехнику, но там возникает удвоенное напряжение и она, в общем, выгорает. То есть, он лучше вообще не включает? Ну, в принципе, эту землю, если вы не будете вообще никогда подключать, то есть, у вас все будет хорошо работать. А ничего техническая, наверное, что это как-то не есть? Она, в принципе, для уравнивания потенциала, да, в случае, если у вас контроллеры запитаны от разных источников, в случае-то есть это оптоизолированный, например, интерфейс, они тоже же получаются запитаны как-то. И считается, что если вы уравняете потенциалы на этих портах, то у вас будет более четко считываться эти уровни, нулей, единиц, там, и так далее. Ну вот. Ну вот и в целом она, в общем, далеко не всегда нуждается. Я бы сделал, я бы вообще, в принципе, делал бы так. Я бы никогда ее не соединял, ну вот, и начинал бы ставить эксперимент соединением, если бы возникли какие-то неполадки в этой сети, явно дисконнект какой-то не имеет. Это имеется в виду только по лану, если есть пара. Имеется в виду вообще, все порты не изолированы. Их, кстати, не только кареловские, я вас уверял. Микроскелы, они везде стоят одинаковые. Кстати, в свое время я был, я, ну, не хочу, но одного уважаемого отечественного производителя оборудования, но вот, тоже, тоже, по той же самой причине выгорали, контроллеры будучи соединены вот по этому порту и РС-480 между собой. Ну вот, да, по той же самой причине выгорали, там был у них на форуме даже такой, то, что называется по-русски микрофон. Ну вот, народ там, скажем так, ругался, ну вот, ну вот, и потом там человек, наконец-то, производитель, зашел туда и сказал, пацаны, вы инструкцию почитайте, там все это написано, туда-сюда, и вот, объяснил почему. И все рассосалось, поэтому... Смотрите, на Пилане нет, Пилан он какой-то непонятный, он какой-то вроде как 485, но какой-то не до конца 485. Во-первых, во-первых, это длина всего 500 метров, получается, это уже как-то немножко противоречит 485-й линии. Во-вторых, он мультимастерный, и вот это, видимо, тоже является основой ограничений этой 500-метровой. Ему не нужна витая пара, как мануально описано, экранированный провод. И ему не нужны терминаторы на концах, они от них только вред. А на остальных портах, которые являются нормальными, кстати, про Пилан нигде не написано, что он РС-485. Понятно, что если разобрать контроллер, вы увидите микросхему, которая, да, используется в РС-485. Но ни в одной инструкции вы не найдете записи о том, что Пилан это РС-485. Полноценная. Ну вот. Поэтому, а что касается остальных портов, то там действуют все правила линии РС-485. Это длина километра, терминаторы на концах и так далее. Это все работает без проблем. И сопротивление волновое соответствующее. Так что вот. С волновым соответствием, если у вас длина большая линия, длина линии большая, вот на 485 имеется уже на нормальных, там полноценных. Там, кстати, уже волновые соответствием кабели реально играют роль в качестве этой связи. И наличие терминаторов тоже. И были случаи, даже когда люди брали кабель с не тем волновым сопротивлением каким-то странным, где-то находили его, вешали 120-ом терминаторы и сеть переставала работать напрочь. А потом оказалось, что кабель-то не тот совсем. Ну, витая пара вообще-то не сертифицирована никаким РС-405. То есть она не РС-405. Метров 300 она у вас будет работать. Больше даже терзает смутные сомнения, что будет корректно работать, потому что она все-таки не обеспечивает необходимое видимо сопротивление. 300 метров работает. Да, 300 метров работает. Дальше уже начинается проблема. А дальше лучше брать нормальный кабель, на котором написано, что он для РС-485. И все тоже будет у вас работать. там нужно меньше метров 50 и до 50 еще за головой контакт. Да, так, ладно. На самом деле тут много, обычно зависит все больше от головы и от рук, чем от микросхемы. Так, ладно, давайте дальше двигаться. Входы, с входами все, вопросов я думаю больше никаких нет. Давайте создадим страничку, на которой назовем Outputs и покажу вам как создать выходы. Да, вы можете делать их хоть вообще все на одной страничке, если по месяц. Ну вот, но я специально разношу, чтобы, во-первых, смотрите, вот чем хороша многостраничная система, она мне позволяет четко структурировать проект, просто постранично. Я могу сразу понимать, где у меня что. Так, ладно, открыли. Давайте, значит, для, тут будет пара нюансов. А есть кто-нибудь, кто холодилкой занимается? Так, хорошо, тогда на нюансах остановимся. Так, значит, что касается аналоговых выходов. Ну, здесь у нас ровно два варианта. А Out просто. Это традиционный подход. Выход 0,10 вольт, все нормально, все без проблем. Номер выхода. Сюда продается переменная. Переменная, которая принимает значение от 0 до 1000, что вызовет изменение управляющего напряжения на Y, допустим, 1 в данном случае, от 0 до 10 вольт. Да, давайте я создам эту переменную, пускай назову так А Out 1, пускай она даже будет аналоговая, да, 0 до 100% что-ли, все, достаточно. Вот, собственно, изменение этой переменной от 0 до 1000, да, вызовет измерение выходного сигнала от 0 до 10 вольт. Это обычный стандартный аналоговый выход. Есть некоторые выходы, вот, допустим, на пика XS, например, Y3, или на пика третьем, это, по-моему, пятый и шестой выход. на пика пятом мне такое вот, я вот, честно говоря, обвинюсь, я сам не до конца эту инструкцию в этой части прочитал, но, по-моему, любой Y можно сделать и шимом и 0.10 вольт, мне кажется. Пика пятом. По-моему, любой. Я не берусь утверждать, это надо почитать в мануалах тех, которых я положил вам на диск. Шим есть вот на экссессии, есть чистый шим. То есть, понимаете, если здесь выходы универсальные на пика пятом, то здесь есть два чисто аналоговых 0.10 вольт и один только шимов. Ну вот. Просто передайте эту перемену на вход. Точнее, с входа возьмите перемен и подайте сюда. В смысле, я могу взять вот это. Допустим, у меня переменная, ну, здесь она, видите, у меня минус 30-70, это плохо. Вообще, на аналоговый выход, вот на этот блок, надо подавать перемен только положительные изменяющиеся. В положительном, от нуля до тысячи изменяющиеся. Больше тысячи не важно, он все равно упрется в 10 вольт и все. А меньше он примет просто фиксированное значение постоянного тока на выходе. Все. Это уже нерегулируемое состояние. поэтому величина, которая должна быть не меньше нуля подаваться сюда. Ну вот. Если я взял вот отсюда, допустим, вот у меня 0,01 вольт, к примеру, взял бы отсюда переменную и подал бы ее, вот эта перемена, как раз она будет меняться от 0 до 1000, да, при изменении вот этого температуры этого датчика, примерно, эту переменную подал бы вот на вход этого блока сюда, как раз у меня бы с входа на выход передавалось, только непонятно ради чего. Потому что и так блок дает там, да, в смысле, не блок, а датчик. А вот сюда. Свойство-то, она просто обычная переменная, вот она совершенно традиционная. Ну, понимаете, если она продукт вычисления каким-то блоком, вот это ограничение не имеет значения. Это имеет значение, когда у вас эта переменная задается пользованием через меню. Тогда вы можете его зажать в эти рамки. Если она вычислилась у вас каким-то блоком, она является только выходом, то это значение в общем преодолевается довольно легко внутреннюю логику. Поэтому здесь и об этом думать не стоит. Вот. А вот для управления ШИМ-выходом существует блок OutConf. Он вот такой большой. Вот. Он даже дегирит какой-то код-тревога, код-код-код- ошибки. Ну вот. Собственно, на CH номер входа на Вол это, собственно, какая-то переменная управляющая, которая будет вызывать это изменение этого широтно-импульсно-модулированного сигнала. Все остальные это параметры. Но здесь, понимаете, как я даже не буду ничего комментировать, я просто вам открою e-help и покажу, что в нем расписаны все случаи его использования. Для того случая, для сего, для модуляции, скажем, этим FCS какой-нибудь, для преобразователя, который из ШИМа делает 0.10 наружного, для эксцесса бывает актуально. И здесь все это расписано, и на страничке example дам пример. Вот, допустим, используем в режиме 0. Подходит для того-то и для того-то. Вот в данном случае 0.10 вольт compatible. Это вот для пика 5. Просто видите, везде нули. Это все равно, что просто обычный Atom, А, Out. И все. Дальше режим использования 1. Вот, подходит ПВМ синхронизированный, широтный пульсный сигнал синхронизированный частотой сети или фазорезок всевозможных, пассивных. Ну вот, вот такие параметры задаем. Ну и так далее. До каждого случая его использования готовое решение. Поэтому, в общем, здесь только полистать. Да, да, да. Совершенно верно. Если я вот эту переменную, да, сейчас вот покажу вместо этой, ну я могу, во-первых, я просто тупо вписать сюда, да, или перетянуть из таблички прямо. Я могу, смотрите, как я могу переменную ту. Я могу ее просто взять, вот, да, и просто вот перетащить сюда, да, и связать, да, это убрать. А константы не можем передавать? Константы? Да. С какой целью интересуетесь? Ну, допустим, я имел константный номер контроллера, да, для себя как-нибудь. Я, потому что здесь не разбираться, да? Нет, константы по сети передавать нельзя, по сети может передавать переменные, но вы можете этой переменной присвоить значение константы. Есть специальные блоки, move, они, это блоки присвоения, вы можете присвоить переменные, ну вот, собственно, вот этот блок ААУТ-КОНФ, вот этот вот, такой большой, громоздкий, он для управления широтно-импульсным выходом, и вы уже там полистав хелп, можете назначить соответствующие параметры и использовать его по тому значению, которому желаете. Вот, здесь даже я его уберу, чтобы место не занимало. Вот, ДАУТ, с ними есть пара нюансов, для вентиляционщиков эти нюансы практически, ну, неинтересны. сейчас мы возьмем АТОМ ДАУТ, ДАУТ, вот, ну, здесь все просто, меняемся с ДАУТом, номер реле, допустим, один, сюда булевую переменную, ДАУТ, ДАУТ, скажем, один, она будет где-то, какой-то, чем-то, каким-то блоком вычислена, нас даже это не волнует, просто вот перемены. Ну вот, перемены в состоянии логической единицы, реле замыкается, перемене в состоянии логического нуля, реле размыкается, все очень просто. Вот, вот, которые занимаются холодилкой, в частности, занимаются винтовыми каббросорами, для них может быть интересен другой вариант использования выхода. Есть у нас выходы в некоторых контроллерах, то есть, это не во всех 100% контроллерах, а именно надо выбрать правильную модель, у которых некоторые выходы, цифровые реле, заменены твердотельными элементами, там, оптопара какая-нибудь стоит, или еще что-то такое. Ну, в общем, твердотельное реле это называется везде в литературе SSR, да, Solid State Relay. Ну, соответственно, если это Small, то седьмой, там, и так далее, там, в зависимости от типа размера, типа контроллера. Эти, эти, эти элементы позволяют их включать и выключать очень быстро. И, в частности, вот в алгоритмах управления винтовыми компрессорами часто нужно, там, есть такие специальные устройства, подающие там масло куда-то кратковременно и так далее, всякие клапаны, которые управляются очень короткими пульсами, буквально там, какие-то десятки миллисекунд. Если вы возьмете вот такой обычный блок, то он вам это обеспечить не сможет, потому что, информация на его выходе будет меняться не раньше, чем раз в цикл. То есть, оно может в одном цикле включиться, в другом выключиться. Это ни в коем случае не устраивает при управлении, скажем, винтовыми компрессорами. Там нужно довольно точно подавать короткие импульсы с довольно выверенной длительностью. чтобы это сделать, у нас есть специальные блоки, их тут две штуки. Первый это D-Out Monos. Вообще-то, все временные задержки обычно в Antus сдаются, в принципе, в секундах. Есть совсем немного блоков, которые для этого цели используют единицу измерения миллисекунды. Ну вот. вот этот D-Out Monos, он живет всегда только вместе с блоком D-Out. Они все время работают в связке. Черт, ни там места, не хватает хронически. Вот. Они всегда живут, пример, вот таким вот образом. У них вход с ЕИС связан между собой. Выход здесь, в общем, онское отображение статуса, он для индикации, еще до чего-нибудь. Он, в общем, не имеет никакого такого назначения нормального, логического. На вход в ВОУ блока мы можем подать вплоть даже константу. Допустим, один, да. То есть, на вход СЕИЧ это, скорее всего, будет, скажем, ну, как минимум седьмой выход, потому что только в СМОЛе, допустим, седьмой выход это твердотельное реле. В других контроллерах я не помню, просто на память. Ну вот. Так вот. Вот эта единица переводит, допустим, ну или, скажем, ноль логически, неважно, пускай будет ноль. Вот эта ноль удерживает вот этот выход все время в выключенном состоянии. а вот этот блок DOUT MONOS позволяет инвертировать состояние этого выхода на время, заданное параметром TIME. Причем, параметр здесь сдается именно в миллисекунду. Допустим, я... Это можно... Конечно, когда мы работаем с системой управления, там, скорее всего, это не константа. Это переменная какая-то, которая может менять свое значение. То есть, длительность эту мы можем формировать, скажем, ну, к примеру, нам нужно быстрее прибавлять производительность, мы, скажем, должны подавать 200 миллисекунд импульса. А если, скажем, нам намедленнее прибавлять производительность, мы можем подавать, допустим, 30 миллисекунд эти импульсы, или 40. Я, честно говоря, не знаю, о каких бы там размерах длительности этих голов идет речь. Честно говоря, немножко не мой профиль. Но, в принципе, знаю, что такая функция нужна. Поэтому обычно это перемены. Я для простоты сюда подложу константу. Пускай она будет 340. 340 миллисекунд, например. Вот. Теперь, посмотрите, как только сюда попадет переменная цифровая, я назову ее, скажем, DAO2. На вход IN. Вот в момент перехода этой переменной из состояния логического нуля из состояния логические единицы, на выходе этот блок будет состояние вот этого выхода DAO2 в данном случае 7-го будет инвертировано на 340 миллисекунд. То есть, начнется старт этой инверсии. Через 340 миллисекунд этот блок вернется в свое прежнее состояние. В данном случае состояние выключено. Нет, не раз цикл, а раз тогда, когда вот эта переменная будет переходить из состояния нуля в состояние единицы. То есть, по фронту этого импульса. Если она будет дальше находиться в состоянии логические единицы, больше этот выход никак меняться не будет. Он сгенерил этот короткий импульс 340 миллисекунд и все будет в этом состоянии находиться. Как он зависит от положения баллов? он инвертирует. Если здесь была бы единица, то здесь бы он был всегда включен, но на 340 миллисекунд он бы выключился. Сейчас я вам показываю работу некоторых блоков, которые требуют какое-то объяснение и так далее. А вот вся экспериментальную сторону вы можете оставить себе и попробовать. Здесь я, наверное, предсказать вам не смогу, чего вы добьетесь. по крайней мере пока. Первый выполняется демона, а потом это самое. А потом же демона, да? Не, не, но на самом деле да, я думаю, что вот этот блок будет раньше должен быть по образу. Надо уточнить. Если уж так. Смотрите, ладно, есть второй блок, есть второй блок. Второй блок, второй блок. D-out-on-off. Вот этот блок, в отличие от этого атома D-out-monos, этот блок самостоятельно живет. Ему не нужен вот эта вот добавочка D-out. Он сам по себе управляющий блок для выхода. В принципе, идея тут точно такая же. На вход CH мы подаем там номер этого твердотильного реле, но давайте я седьмой сделаю. на вход IN у нас разрешающий сигнал, в данном случае разрешающий сигнал. time on и time off это время во включенном состоянии и время в выключенном состоянии в миллисекундах. Соответственно, сами понимаете, вычисляя эти времена, мы можем легко довольно построить ШИМ на этих на этом твердотильном реле. И будем впрыскивать. Кстати, кстати, о впрыскивании. Кстати, о впрыскивании. Вот этот блок наверно вам лучше подойдет. Ну вот. А здесь разрешаем, разрешили и все, впрыскиваем. Это обычный генератор. По большому счету генератор, но с управляемой длительностью. Да, да, да. На конкретный опять же работа в твердотильном реле. И нам просто разрешаем генерить. Ну все, здесь я объяснил. Даже могу стереть. Но он, заметьте, он работает самостоятельно. Ему вот этот D-out не нужен. Он самостоятельный выход. Так. А? Она очень шикарная штука, но, честно говоря, такая же и бестолковая. Потому что вот единственный человек, из всей этой аудитории, которому это надо, он сидит вот там в конце зала. А вентиляциончиком это вообще не упало, по-моему. Вот это вот. Если только вы еще не придумали, куда это прицепить. Ну, как вариант, электроколорифер с твердотельным реле, да. Но там, понимаете, там тоже очень часто кликать произвольно этим твердотельным реле, нет смысла никакого. Вы будете только вслать помехи и все. Если вы зададите очень коротким периодом шима, то у вас и возьмете с схемой zero cross твердотельный реле, у вас вообще ничего работать не будет, потому что она работает только переходит через ноль. То есть она у вас будет работать не в попад там просто. Поэтому и вообще для электроколориферов периода шима где-то минута, для него как раз в самый раз. А там можно даже обычным электромеханическим реле кликать и управлять этим твердотельным реле на выходе. Поэтому я говорю вам, вот эти все быстродействующие схемы выходные, они предназначены для управления практически компрессорами специфических. А для вентиляции прикладного неприменения вы не найдете. Поэтому вот. Все. С выходами готово все.